Я не могу вам сейчас сказать, что надо кататься только по куларам или только по гребням. Я просто пытаюсь сказать, про что вы должны подумать, прежде чем вы выберете, где ехать. Понимаете? То есть в каждом конкретном случае предпочтительнее может быть одна или другая форма. Но вы про это, главное, подумайте. Средняя крутизна склона – то, что нам необходимо, естественно, оценивать, прежде чем мы начали ехать. В большинстве случаев, конечно, мы имеем более крутое начало с постепенным выполаживанием книзу, но и бывают свои исключения. О них тоже будем говорить. Причем вот эта вот форма, когда мы начинаем с чего-то крутого, постепенно выполаживающегося, достаточно сложна, потому что мы сразу, допустим, с захода или с подъемника, неважно, с китуром, с вертолета, мы сразу первые повороты вынуждены делать в более сложных условиях, в более крутом склоне, потому что мы начинаем с крутого. И временами это стрессовый фактор, особенно если мы с вами не до конца уверены в качестве снега, который нас ожидает на вот этом вот крутом старте. Для того, чтобы почувствовать себя более уверенно в зоне старта, всегда рекомендую бросать снежок, который вам покажет по следу, какой снег вас ожидает вот там. Следующее рекомендую какую-то хорошую разминочку, такую разогревающую, чтобы вы были готовы к активным действиям в самом начале, на старте. Рекомендую, конечно, некоторую психологическую разминочку, то есть такую подготовку, как вы собираетесь делать первые движения. Ну и кроме того, очень хороший совет от Славы Румича. Когда вы собираетесь въехать в что-то сложное, вы редко начинаете лыжами прямо вниз. Обычно вы стараетесь, ну или там лыжами, доской, неважно, снарядом. Обычно вы стараетесь немножечко заходить из траверса, ну, чтобы не прямо сразу разгоняться, а немножечко из траверса. И получается, что из этого траверса первый поворот вам надо сделать сильный, конкретный, акцентированный поворот. Это сложно. Ну, вы не знаете качество снега, вы не до конца уверены в себе, это там, допустим, первый спуск за день. Ну, в общем, сложно. Поэтому я всегда рекомендую, если у вас такое сложное начало, вы сначала сделаете такой предповоротик в ту же сторону. То есть не целый поворот конкретный, а такой небольшой сброс пяточек вашего снаряда, там, хвоста, доски. Вы вот в этом небольшом сглаженном полуповоротике уже прочувствуете снег, уже немножечко вработаетесь, уже у вас снаряд пойдет работать. И вот из этого легкого полуповоротика уже начинаете дальше в поворот. Понятная идея? Не совсем? Да, 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 понятно. Слава Богу. Так, ну это вот мы говорим про крутое начало, но в целом вам надо оценивать крутизну склона, где у вас будут ключевые участки. И участки с максимальным уклоном, если они не сверху, да неважно, вам надо в голове держать вот эти вот красные зоны, участки с максимальным уклоном, участки, где вы должны быть максимально внимательны, участки, где, допустим, падение может привести к проблемам. Ну, то есть то, что называется в соревновательной практике No Fall Zone. В соревновательной практике за падение в No Fall Zone, как правило, дисквалификация, но обычно эти зоны, они действительно таковы, что там и не хочется падать, то есть там действительно что-то все плохо и все опасно. Вот, эти участки у вас должны быть в голове на вашей генеральной карте склона, отмечены большими красными зонами, и вы должны знать начало и конец, и вы должны представлять, что именно плохого в этой зоне. Так, следующая тема, которая... Это тоже, кстати, с Мамая, кусочек южного цирка, где у вас, по-моему, собирался быть финалом. Правильно я понимаю? Он там собирался? Просто Мамая. Что? Нет, просто Мамая. А, хорошо. Ну, неважно, это просто картинка перегибов. Перегибы, какие-то ступеньки склона, тут понятно, так что же в них проблемного? Перегибы характеризуются потерей видимости после какого-то плоского участка. То есть, когда вы смотрите на склон в лицо, кажется, да тут никаких проблем, все нормально. Но когда вы по нему поедете, у вас возникнут слепые зоны потери видимости после плоского участка. И если вы это заранее не отсечете, у вас будут проблемы, потому что вы будете не знать, что там находится в этой слепой зоне. Прохождение таких участков сложно. В первую очередь, потому что вы подъезжаете к краю, и вы не знаете, что вас там ждет. То есть, на пологом участке вы прекрасно видите там елочки, все, что хорошо, а вот эта вся зона, она находится в слепой зоне. Вы не видите, что там. Вы начинаете притормаживать. Притормаживаете, естественно, вы на перегибах. А перегибы? Это у нас зона повышенной опасности. Почему? Накопление снега. Да, да, накопление снега, зона повышенного напряжения. Все правильно говорите, молодцы. То, что это в терминологии Комарова называется горизонтальный контур, но не забываем, что катаемся мы временами еще по закрытым ледникам. А если мы находимся с вами на закрытом леднике, ну, типичный пример это тот самый при Эльбрусе, где вся зона катания на самом Эльбрусе, это фактически закрытый ледник. В данном случае ледник это как толще снега, то есть у него тоже возникает напряжение в зоне перегиба, которое приводит к образованию горизонтальных трещин. Как правило, горизонтальных трещин. То есть мы понимаем, что трещины бывают направлены вниз вертикальные и направлены поперек склона горизонтально. Вот теперь представляем того самого нерадивого райдера, который заранее не подумал, что там ждет его в слепой зоне. Вот он такой спокойненько едет, 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 подъезжает по ломому месту. Вот тут у него перегиб, он ничего не видит, он начинает вытормаживать. И вытормаживает он в аккурат на этом перегибе, естественно, поставив свой снаряд поперек склона, естественно, расположив свой снаряд ровно вдоль той самой трещины, куда ему будет очень удобно прорываться. То есть если мы говорим про катание на закрытых ледниках, то перегибы опасны из-за того, что там образуются горизонтальные трещины. И вы, вам хочется остановиться на перегибе, потому что вам хочется оглядеться, продумать дальнейший путь, вы стоите как раз на возможном снежном мосту. Так, мы сыпем и сна. Ну и, естественно, если это катание на закрытом леднике, то у вас оба фактора действуют одновременно. То есть там и трещины, и кроме того, еще и лавины там можно подрезать. То есть и то, и другое не очень хорошо. Для того, чтобы не возникало проблем, вариант один. Ну не останавливаться на перегибе. Плавно, спокойно, я не говорю сейчас про большие хода, но плавно, спокойно продолжать свое движение, четко представляя, в какую часть слепой зоны вам надо попасть и что вас там ждет. Для этого надо тренировать свою память. Но сначала, для того, чтобы тренировать свою память, надо эти слепые зоны и перегибы определить в лицо. Это достаточно сложно. На фотографии у нас хорошо, что падают косые лучи. И в данном случае тенями очень хорошо прорисованы зоны, слепые зоны, заперегибы. Но если вы смотрите на склон посередине дня, и солнце стоит уже высоко, то есть это весна, у вас будет абсолютно одинаковая освещенность склоны. И понять, где будет перегиб, достаточно сложно. Для этого надо взглянуть на склон сбоку. Не всегда есть такая возможность. Но, тем не менее, сложно это не значит невозможно. То есть за счет тренировки, тренировки в умении воспринять, где будут эти ступеньки склона, где у вас возникнет слепая зона, вы можете постепенно улучшить свою возможность анализирования вот этих самых ступенек. Кроме того, что можно определить ступеньки по теням, зачастую на самом перегибе снег более выйдет, там могут быть либо больше елочек, как на данном примере, либо больше каких-то камешков, скалок, как зачастую мы видим в горах. Но в целом я вас просто призываю к тому, что тренировать свой взгляд. Подошли в незнакомое место, конечно, для этого надо много кататься в разных незнакомых местах. Взглянули на склон и подумали, так, скорее всего, вот у той группы деревьев я буду что-то не видеть, когда я буду сверху ехать. И вот, допустим, у той скалки, да, у меня тоже будет приличная потеря видимости, когда я поеду сверху. Зашли сверху, начали ехать, проверяете себя. Да, действительно, здесь ничего не видно, а вот там я ошиблась, там все-таки не такой резкий перегиб и видимость не теряется. То есть вот такие себе задачки ставить постоянно нужно, если вы хотите расти осознанным райдером. Кроме того, для того, чтобы лучше ориентироваться в слепой зоне, нужно искать ориентиры. Но бесполезно искать ориентиры в самой слепой зоне. То есть у меня тут неграмотная фраза, да? Она же слепая. Вы можете, конечно, себе сказать, так, в слепой зоне, я знаю, у меня будут кусты, но вы же ничего этого не будете видеть по ходу. Поэтому важно намечать себе более далекие ориентиры. Временами даже что-то на противоположном склоне. То есть вы, заходя сбоку, снизу, или поднимаясь на подъемники, или подлетая на вертолете, неважно, вы смотрите, так, у меня будет слепая зона, но я вижу, что в левой части там находится скала, на которую я не хочу попасть, а в правой части находится камешек, с которого я могу выпрыгнуть, и это будет красиво и хорошо и безопасно. И камешек этот я вижу с моей планируемой точки старта, этот камешек идет в проекции вот на тот печок на противоположном борту. Понимаете? То есть вы выстраиваете три объекта в линию, или вот на тот перевал, или на опору, ну, неважно, но это что-то должно быть далеко. Это может быть и внизу сильно на выкате. Так, вот камешек с точки, предполагаемой точки моего старта, тот камешек, с которого я хочу выпрыгнуть в слепой зоне, находится вот на то озеро мне надо целиться. Тогда, когда вы заходите и оказываетесь на точке старта, вы видите, вы ничего не видите, вы просто видите перегиб. Да, сейчас, секундочку. Вы видите просто перегиб, такую вот эту белую ступеньку, но вы знаете, что в правой части ступеньки, вот на то озеро, да, или на тот печок, вот там и будет мой прыжок, который я хочу видеть. А вот ориентация вот на тот дом мне не годится, потому что там скала, на которую я не хочу попасть. Да, вопрос, слушаю. А как мы можем вот три точки, да, то есть совместить, мы можем находить, ну, чтобы замерить, что этот дробчик находится на поле по озеру, он должен стоять на между этими триоточками, четвертой зоне, наверное, мы будем говорить. Нет, не обязательно. Ты это можешь со стороны пытаться спрогнозировать. Это, я не могу сказать, что это получится в 100%, нет. Это требует глазомеры и той самой тренировки. Это навык, это то, что вы должны тренировать. С первого раза может и не получиться, но с 31-го должно. Или с 331-го. То есть это нужно запоминать снизу? Да, сбоку. По фотографии. То есть если я планирую на обратную сторону горы, то я это не смогу. Если ты планируешь на обратную сторону горы, как в случае, допустим, с обраткой Мамая, рекомендую проехать первый спуск по очень читаемой линии, которую ты всю видишь сверху. Как правило, это простая линия, но если ты склон не видел снизу, если ты не представляешь, что тебя там ждет, глупо соваться в слепые зоны. Тебя там может ждать все, что угодно. Понимаешь, да? То есть если вот таковы обстоятельства, что ты никак не увидел склон со стороны, хотя мы будем позже говорить, откуда черпать информацию, но если ты вот, не знаю, там, завязали глаза, захватили в плен заложники, сняли, вот ты стоишь, вот наверху тебе надо стартовать. Старайся просто выбирать ту линию, которая без слепых участков. Извини, если ты поедешь вон там, вот там, вот там, у тебя не будет никаких ступенек, не будет никаких проблем. Это будет простой проезд, он будет не вполне удовлетворять твоим возможностям. Но ты спустишься вниз, посмотришь все снизу, оценишь, сориентируешься, и второй проезд уже сделаешь о-гу-гу. Так, про перегибы сказала. Но на самом деле, это очень сложно научиться доверять себе. После того, как вы потренировали память и научились запоминать, что находится за перегибом, начинаются следующие этапы. ментальные тренировки, а именно вы тренируете себя не бояться и доверять себе самому любимому. Вот я пока на этой стадии дохожусь. То есть я уже прекрасно представляю, что там меня ждет за перегибом, но каждый раз я все равно притормаживаю, потому что мне кажется, что там вдруг я где-то что-то ошиблась, или вдруг я что-то там... Вот. Но надо учиться тренироваться себе доверять. Если вы, не знаю, 10 раз проверили, что вы все хорошо запомнили в слепой зоне, и там все именно так, как вы ожидали, учитесь меньше притормаживать, учитесь миновать вот этот вот перегиб и входить в зону неизвестного, ну, известного только по памяти, но чуть-чуть больше хода. И в этом смысле меня всегда восхищает пример Вани Малахова. Если вы смотрели какие-то из его проездов, зачастую он вот эти пологие, сглаженные формы рельефа, перегибы, используют для того, что на огромных ходах выскакивает и делает какие-то такие, они получаются, пролеты не очень, очень длинные и не очень высокие, поскольку такой плавный перегиб, но тем не менее, там, метров на 30 с приземлением ровно, там, я не знаю, в 2 метра между скалами, вот как он это запоминает и как он на это идет, опыт. То есть после того, как вы натренировали память, потихоньку приходите к тому, что с меньшей задержкой именовать вот эти самые сложные места перегиба и с большей уверенностью входить в то, что вы не видите. То, что вы делаете без промедления, как бы на ходах, это влияет на вашу флюидность, на оценку по агрессивности катания. В целом, конечно, вам дает больше баллов на соревнованиях, если мы говорим про соревнования, а если мы говорим не про соревнования, то просто дает чувство удовлетворения от того, что ваш проезд был плавным, флюидным, без резких притормаживаний и без больших остановок по ходу. Здесь вообще есть места. Проходите, вот-вот-вот, точно есть места. Про перегибы мы поговорили. Сейчас у нас будет картинка, которую не уверена, что вы разглядите из-за качества экрана. Это вид с короны. Откуда это вид? Аларча, корона, там двойка туда заходит, и большой ледник несколькими ступеньками спускается к хижине. И вот, собственно, фотография, чтобы вы увидели ступеньку, идет четкая потеря видимости, и вы видите, что вот именно здесь трещины, ну и туда они дальше тоже уходят. Вот это к вопросу о катании по закрытым ледникам и о перегибах на ледниках. А следующая у нас фотография тоже, к сожалению, извините, все белая. Это у нас с вами обратная сторона Монтебьянко. И у нас едет Ральф, который, к сожалению, погиб этим летом. Очень хороший вид. И мы с вами видим досочки, которые тоже после перегиба оторвались типичными досочками. Это к вопросу о том, чем опасны перегибы. Если мы говорим с вами про подъем, опять мамай, вы меня узнаете, то картинка с точностью наоборот. То есть перед... У нас тоже будут потери видимости, только она будет после крутого участка. В скетуре это, как правило, не так серьезно и не так опасно, за исключением того, что вы топчетесь по той самой опасной зоне, поэтому вы должны выбирать более внимательно путь с большим акцентом, потому что вы больше находитесь в этой зоне. И вполне возможно, что логично как-то обойти и избежать. И фактически перегиб является... Ну, ниже перегиба это зона максимального уклона, где вам будет сложнее всего идти. Соответственно, после перегиба, на самом перегибе зачастую снег бывает в другой кондиции, ну, выдутый, жесткий. И нам это важно учитывать, что вполне возможно, что конуса перестанут держать, вы начнете проскальвовать. И надо к этому подготовиться заранее. Заранее, допустим, надеть кошки или выбрать какую-то другую траекторию. Это если мы говорим с вами про подъем. Так, мы закончили про макро-рельеф. Переходим к следующему пункту, а именно погодных условий. Вопросы? Не устали? Все хорошо, спасибо. Нормально, я просто переживаю. Вот так вы притихли, и сидите. Не переживаю. Вот, спокойно, боже, ну, ладно. Вы, если что, говорите. Вайтал, ну, собственно, погодные условия у нас самое плохое, что он может быть, это вайтал. Страшное слово вайтал, которое означает полную потерю видимости, туман, низкая очень облачность, зачастую со снегом. У вас очень часто бывает. Чем это опасно? Тем, что мы не очень понимаем, где мы, как мы, куда мы, что мы. и, конечно, если такой вайталт у нас с утра, уже вот встали, проснулись, то надо подумать вообще, не стоит ли остаться дома и спокойненько провести день. Да, да, спокойненько и безопасно. Но временами в горах погода очень изменчивая. Временами это вас может застать просто по пути. То есть идете, вроде бы погода нормальная, а потом раз облачность села или наоборот поднялась вниз из долины, готово дело, у вас плохая видимость, вы не понимаете, где и куда. Чтобы понимать, где и куда, у вас должен быть четкий план. Действительно, очень четкий план, что вы собираетесь предпринять. Причем, чем более детальный этот план, тем лучше вы себя будете ощущать в условиях плохой видимости. Там, вплоть до 50 метров. То есть, ваш планируемый маршрут, что подъем, что спуск, неважно, он должен быть разбит на какие-то конкретные участки. конечно, необходимы навыки ориентирования в сочетании с приборами для ориентирования. Это может быть GPS, это может быть приложение на телефоне, про это чуть-чуть позже поговорим. Но никто не запрещал те самые карту и компас, с которыми пользовались еще наши предки. Но, по крайней мере, у компаса не садятся батарейки и неожиданно не теряются спутники, что бывает у GPS в условиях плохой видимости. И карта, она тоже, в общем-то, безбатарейничная, слава богу. Поэтому обычно рекомендуется, если точно понятно, что будет плохая видимость, рекомендуется иметь два источника информации. То есть, один электронный, и второй для подстраховки тот самый надежный бумажный плюс компас. Ну, маленькое лирическое отступление, что вайта, вот, конечно, условия, когда может быть лучше сидеть дома, но временами все равно приходится, допустим, вам обязательно надо миновать какой-то участок, чтобы попасть и выбраться из зоны. Можно придумать кучу ситуаций, когда это действительно с необходимостью вы должны выйти в плохую погоду на улицу. Нас, когда мы сдавали экзамен на школе гидов, нас с необходимостью загоняли в любую погоду на улицу и рассказывали страшилке про то, что в какой-то другой группе, которая в Канаде сдавала аналогичный экзамен, ну, вот была у них неделя хорошей погоды, ну, что поделать, ну, вот, неделю светит солнце. Так злобные преподаватели маски изнутри замазали кремом для того, чтобы у них было не вполне четкое видение, ну, чтобы проверить их навыки. Так, то есть, конечно, всем этим надо уметь пользоваться, точно так же, как и с лавинным снаряжением. Недостаточно его просто иметь, биппер, надо знать его, характер своего биппера, тренироваться, пользоваться им. И, конечно, лучше начинать тренироваться в хорошую погоду. Несколько буквально моментов, которые помогут сориентироваться в условиях вайт-аута. Ну, первый принцип, это то, что называется хендрейлс, поручни по-английски, по-русски, называется линейный ориентир. Это, ну, вот как бы из-за спортивного ориентирования. Линейный ориентир это что-то четкое, явное, понятное, вдоль которого вы можете двигаться для того, чтобы попасть, куда вы хотите попасть. Ну, какие примеры на ум приходят? В ручей. В ручей. Очень хороший объект. Вдоль ручья очень прекрасно двигается, по крайней мере, вы куда-то попадете сильно ниже, если не попадете в сам ручей, потому что временами он бывает узкий. Еще варианты. Кулуар, склон, знакомый склон? Знакомый склон, он, как правило, ну, просто склон сам по себе, он не является таким вот прям четким указателем. склон, он вроде бы склон. Но, безусловно, что там было у нас? Кулуар. Да, в кулуар забрались и вроде бы уже по нему, если он узкий, куда там деваться? Но помним, что кулуар у нас более опасный. хотя это тоже хороший возможный пример. Давайте посмотрим, что у меня там в шпаргалке. Не надо забывать о таких формах, как марены. Ну, у вас они редко встречаются, потому что это ледниковая форма, но если вы катаетесь в больших горах, то всегда ледник образует боковые марены. Они зачастую явно выражены конусообразной формы, направленной вниз. По ним можно очень хорошо двигаться, потому что они очевидны. Также бывают центральные марены, которые идут по самому леднику, но они тоже читаемы. В вашем случае есть такая замечательная вещь, как курумация. Мы уже с этим хорошо знакомы. И, как правило, у курумника тоже достаточно четко очерченная граница. То есть, это поле, какая-то область с четко очерченными границами, вдоль которых вы можете двигаться. Самый хороший ориентир, это, конечно, какой-то скальный гребень, который идет отсюда и докуда вам надо. Это прям вообще идеально. Если вам надо двигаться по горизонтали, а не вниз, то это может быть граница леса. Линия подъемника, если это в зоне подъемника, лепки тоже являются хорошим линейным ориентиром. Вот что-то такое использовать необходимо, если это плохая видимость. И вы, допустим, если бы это была хорошая видимость, вы бы взяли и просто ехали по диагонали. Ну, или вниз. Но в условиях плохой видимости, возможно, вам надо по линии, по границе леса упереться в ручей, то есть как бы использовать один хендрайл, и потом по этому ручью ехать, поскольку он вас приведет к более глобальной реке, как бы второй участок, и там по более глобальной реке добраться до своей зимухи. То есть в данном случае вы идете не самым коротким путем, но самым очевидным в условиях отсутствия видимости путем. Чтобы так сделать, вы должны представлять и думать об этом заранее. Если ориентиров нет, то опять же вспоминаем, что у нас есть компас, который показывает нам такую вещь, как азимут. Сразу вспоминается детский анекдот про то, что детей вывели на турслет, и там классная руководительница такая «Дети, кто взял азимут?» и там самый двоечник «Марь Ивановна, я не брал, я не брал». Вот так вот, азимут надо уметь брать и уметь ему следовать. это тоже одна из тех вещей, которые могут помочь в условиях плохой видимости. А, ну и GPS, чтобы следовать, чтобы пользоваться GPS, у вас как минимум должна там быть залита предварительная карта, и лучше прописан тот трек, которому вы хотите следовать. Это я все к тому, что о плохой видимости надо думать заранее. Следующий такой тоже метод наравне с линейными ориентирами предупреждения азимута. То есть, если вы знаете, что вам надо попасть в зимуху, и вы возьмете азимут точно на зимуху, вы можете промазать. Это нормально, потому что там есть данные, что если вы ошибетесь на 2 градуса, то на расстоянии 1 километр это даст поправку в 100 метров. Я не помню точные цифры, не суть, что если вы чуть-чуть ошибетесь, то вы промажете. Но проблема будет в том, что вы не будете знать, промазали вы в эту сторону или в эту относительно цель. И предупреждение азимута это намеренная поправка, то есть, вы намеренно мажете градусов на 5, но чтобы вы точно знали, что как только вы упретесь в ручей, вам по этому ручью точно надо вниз, а не так, чтобы вы уперлись в ручей, и вы не знаете, в какую сторону вы промазали идти вам вверх в руче или вниз в руче. Понятная идея? Само передвижение в условиях вайтаута тоже сложно. На картинке у меня показан лес вайтаута, потому что, если бы я показала не лес, а открытую местность в атауте, это был бы просто серый экран, без ничего. Понимаете, что такое вайтаута? И когда мы начинаем по этому двигаться, мы временами вплоть до головокружения, то есть, мужичок не понимает, что происходит, где вверх, где вниз, двигаешься ты или стоишь, у него полный ступор. И у нас тоже полный ступор от этого. И вот в таких условиях очень важно, чтобы вы хоть понимали в районе, в радиусе 5 метров от вас, что происходит, где вверх, а где вниз, куда нам вообще... Ну, потому что в полный туман, в полном молоке мы даже этого не понимаем. Тут может помочь бросание снежка, потому что он зачастую оставляет след. И вы понимаете, что вот там у вас появляется еще одна точечка. Если снежок тоже не виден, кидайте что-нибудь более явное, потом собирайте. Хотя лучше все-таки, чтобы вы видели снежок. То есть, вы кинули его в одну сторону, там вроде бы вот он упал чуть ниже, а вот там он упал чуть выше. Вы понимаете, что у вас ориентация склонна туда. Это уже во многом способствует ориентированию. Ну и также можно использовать щуп. То есть, хороший щуп это 3 метра, и вы им просто перед собой делаете отметки, и вы тоже понимаете, что происходит локально вокруг вас. Так, ну, про whiteout, наверное, это все. Следующий дикий зверь, с которым мы сталкиваемся по части плохих погодных условий, это flat light, плоский свет в переводе. То есть, видимость у нас в общем-то есть, вот как на фотографиях. То есть, мы видим какие-то далекие скалки, но не чувствуется рельефы и не чувствуется пространство. Вот это, кстати, самое ужасное условие для соревнований. То есть, в этих условиях соревнования проводятся, потому что судьи вас видят. А то, что вы ничего не видите, это уже ваши личные проблемы. Так вот, конечно, для того, чтобы получать удовольствие от катания в условиях flat light, такого плоского света, который возникает, если облачность достаточно низкая и сплошная, но все-таки не на вашем уровне. Вы можете использовать для катания лесную зону. По деревьям оно всегда понятно, где уклон, насколько он крут. Ну, в общем, в деревьях, в лесу вы можете сориентироваться хорошо. Кстати, по части прогнозирования, для того, чтобы понимать, насколько возможно попасть в такие условия, вам надо использовать какой-то прогноз погоды, который показывает облачность по уровням. Если я правильно помню, Норвегии такое умеют делать, правда, не в приложении телефоном, урно которое, а в нормальном, расширенном виде. Вы можете зайти и посмотреть, на каких уровнях у вас предполагается облачность. То есть, если оно вам показывает 100% на 5000 метрах, а вы катаетесь в 3000, то, скорее всего, у вас будет флэтлайт. А если он показывает 100% на 3000, и вы катаетесь на 3000, то, скорее всего, это будет вайтал. Понятно, да? То есть, когда вы имеете условия флэтлайт, вам легче глобально сориентироваться. То есть, по крайней мере, по каким-то крупным объектам, которые вы издалека в Англии видите, вы можете понять, где вы и куда вам двигаться. Но эти условия затрудняют адекватную оценку опасности. Вы не видите ни того, как какие-то возможные лавинные оценки. Она затруднена в этих условиях, поэтому возвращаемся к предыдущему пункту, что лучше может быть переждать. И когда вы катаетесь в таком плоском свете, то едьте аккуратнее, просто не набирайте больших ходов, для того, чтобы не было каких-то больших неожиданностей. Да, я желтенький, но на самом деле их надо пробовать у разных компаний по-разному. То есть, у меня почему-то есть одни единственные очки, которые очень хорошо мне все показывают в таких условиях. Но я их нашла путем перебора 30 вариантов. Но вообще обычно рекомендуют такой желтоватый фильтр, желтовато-оранжевый фильтр. Некоторые говорят про розовый, но мне не попадались. У меня вот именно такой желтоватый фильтр. Так, следующий очень важный момент, это ветер. Мы говорим сейчас про погодные условия, я напоминаю. Фотка с хелески в Красной Поляне, и здесь у нас отчетливо видно доминирующие направления ветров. Что нам надо знать про ветер? Что, конечно, во-первых, ветер сказывается на общем комфорте для хождения и катания, и что, когда сильно дует, это просто неприятно, и что есть такая вещь, как ветро-холодовой индекс, то есть в зависимости от того, насколько сильный ветер, температура у нас ощущается по-разному. И, соответственно, понятное дело, что в более высоких, более открытых зонах ветер сильнее, если вы смотрите прогнозы, смотрите, увидите, что у вас сильный ветер, ну просто выбирайте зоны чуть-чуть пониже, более укрытые. Но, также нам важно помнить, это, по-моему, фраза от Уотера, ветер является архитектором лавин, то есть ветровой перенос способен создать гораздо большую загрузку склона в определенных зонах, и тем самым способствовать увеличению лавин на опасности. Тот самый случай, который произошел у нас позапрошлом году, у вас, не у нас, а у вас, когда в центральном кулуаре сошла лавина, это отчетливый пример ветрового переноса, когда при общем минимальном количестве снега и обилии кустов вот-вот прям везде, просто за счет сильного ветра, который предшествовал, предшествовал, днем до, ну то есть у нас буквально за два дня до Никита с группой спускался по этому кулуару все было хорошо, один день в воскресенье был ветер и в понедельник, если я правильно помню, и того, в общем, день после сильного ветра все и случилось. Вот, то есть вот отчетливый пример, когда в небольшую подветренную зону сильные ветра сосредотачивают массы снега, которые готовы на вас обрушиться. Это просто надо учитывать, про это надо помнить, и когда вы пытаетесь понять, куда вам идти или откуда вам съезжать, не забудьте посмотреть, какой был ветер в предыдущие несколько дней направления. Но при этом понятное дело, что если был сильный ветер, то откуда он переносил, стало вот таким. То есть там вам тоже будет, скорее всего, не в кайф кататься. И нужно выбрать какую-то золотую середину между тем, куда он совсем много перенес и уже опасно, и тем, откуда он взял. где-то бетон. У нас в ответственную сторону надувает снег, нам возникает вот там бетон, там какая-то какая-то бетонная куда он взял, там не будет бетон, там будет вполне себе, там просто будет сосредоточение снега, которая готова, лавина готова. Но проблема в том, как правило, мы говорим все-таки о каких-то формах таких кулуарного типа, и то, что он перемел в начало кулуара, делает опасным весь кулуар в транзитный дом. Кроме того, не забывайте, пожалуйста, что далеко не всегда у нас ветра дуют только через верх. У нас есть то, что называется поперечный перенос, ветровой перенос. То есть у вас есть гребень и ложбинка, гребень и ложбинка. Если ветер дул отсюда, то он на одну сторону перенес чего-то этого кулуара. То есть это может быть не обязательно только сверху, только через. Оно может быть и горизонтально перенос. Это просто надо смотреть и уметь читать. Нет? Не на вопрос? Ага. Так, про ветер вроде бы поговорили, да? С ветром у нас вопросы решены. Что? Про тягу с помощью. А, да, мы узнали тут отличное слово. Мы тут недавно в Ридере были, это в Восточный Казахстан, Придгорье, Алтая. И у местных есть очень хорошее слово, называется потяга. Потяга это такой не сильный, но постоянно дующий, слабый ветер, который при этом вымораживает вас вот вообще. Вот, он обычно по руслам ручьёв идёт, то есть, по тому, почему мы заходим скитурум. И это вот потяга, она прям, так, слишком много хорошо, это тоже плохо. Слайд о хорошем, слишком жарком, солнечном дне, весной, поздней весной, когда вы вышли на скитуру. Избыточная солнечная радиация приводит, во-первых, к обгоревшим мордочкам, это мы не забываем, приводит к большой потере жидкости, вследствие этого к быстрой утомляемости, и приводит, естественно, к повышенной лавинной опасности, то есть, в данном случае, понятное дело, что у нас будет образовываться другой тип лавин, мокрые лавины, которые идут от прогревания снежного покрова, вот, и это надо обязательно учитывать при катании, ну и основная сложность состоит в том, что мы действительно на жаре быстро устаем, поэтому если день планируется жаркий, просто учитывайте, возьмите с собой побольше воды, не забудьте про солнечный крем, и будьте внимательны, потому что вам надо следить не только за зоной образования, но и за зоной транзита лавин. Следующий пункт, мы говорили про макро-рельеф, говорили про погодные условия, и следующий пункт, это состояние снега, которое, конечно, зависит от двух предыдущих, но тем не менее. Состояние снега, тоже мамай, по-моему, состояние снега это самое важное для того, чтобы мы получали удовольствие от катания, но при этом это самое сложное для анализа со стороны. Ну, снег, он везде белый, ну вот, вот снег, вот как я могу понять, что там, у нас там паудер или бетон, или, не дай бог, то самое страшное, что называется корка. Это действительно сложно понять со стороны, поэтому попытайтесь сначала к этому подойти логически, учитывая экспозицию, макро-рельеф, учитывая сезон, учитывая погоду в предшествующие дни и время дня попытайтесь подумать, как это должно быть в том месте, где вы собираетесь ехать, а потом попытайтесь подойти к этому не логически, а уже за счет восприятия, визуального восприятия. То есть, если тренироваться, то за счет небольших каких-то внешних признаков можно попытаться увидеть, каков снег в том месте, где вы хотите спуститься. паудер, он обладает такой легкой шершавостью на взгляд, то есть, он не монотонно белый, а такой как бы зернистый, я могу сказать, снег, сам на визуальный, да? Если у вас там что-то очень жесткое, либо ветровая корка, либо инфляционная, то есть, когда сначала солнышко прогрело, а потом это стало колым, то, как правило, такой жесткий склон, он будет блестеть. Это совершенно нормально и оправданно. Воздействие ветра также будет видно за счет каких-то небольших типа мелких карнизиков или каких-то застругов, или каких-то таких плавных форм, которые все равно будут визуально читаться на склоне. Тогда вы можете понимать, куда шел перенос и что он был. То есть, умение определять на взгляд то, где снег хороший, это, конечно, то, что надо тоже в себе тренировать. Еще раз повторяю. Я не могу сейчас так вот раз и вы все сразу научились. Это то, что вы должны раз, посмотрел со стороны, пришел, просмотрел со стороны, подумал, как я считаю это будет, проехал, проверил себя, откорректировал, запомнил, проверил, потом сделал еще. Но на самом деле как раз умение понять, прочувствовать состояние снега это то, что отличает гидов высокого уровня. На лекции я всегда вспоминаю Стефан Данн, есть такой очень хороший гид, его прозвище. он работает много гидом на Камчатке, и вот типичный пример, когда там группы возвращаются, все три катались на вертолете, все три на Камчатке. И две группы такие, ну да, ну понятно, две недели уже снега не было, дует сильный ветран, в общем, конечно, покатались, ну что поделать. И только группа фан-фана такие, вау, вау, у нас там был паудер, вот где он это находит, как он это, какое-то чутье. Это тоже в себе можно пытаться тренировать, ну кроме того, может быть у вас талант такой же, как и у него. Так, и конечно, надо обязательно думать про карнизы, которые, которые при определенном навыке можно использовать себе во благо, начиная свой проезд с них или там в процессе используя их для прыжка, но для того, чтобы это делать, вы должны быть уверены в том, что они достаточно устойчивы, и не свалятся вам в надоле. Если мы говорим про состояние снега при подъеме, то основное преимущество скитура, что в основном все-таки скитур позволяет нам прочувствовать снег до начала спуска, и это прелесть. Но временами мы спускаемся не по пути подъема, и вот в этом случае наша привычка, что мы, ну вот мы же шли, был снег хороший. Мы ожидаем автоматически, что на спуске он тоже будет хороший, а это другая экспозиция, мы начали, как будто там хороший снег, а оказывается он не такой хороший. Это может сыграть злую шутку, поэтому будьте внимательны, если линия спуска не совпадает с линией подъема, продумайте о том, каковы изменения в снеге могут быть. при построении линии, то есть когда вы планируете подниматься, тоже важно заранее увидеть зоны плохого снега, где будет очень жестко, где будет фирн, где вам захочется надеть скитурные кошки, если они у вас есть, а иметь я очень их рекомендую, потому что вещь полезная. Так вот, эти скитурные кошки важно надеть не когда вы уже раскорячившись там последними когтями на крутом фирновом склоне застряли и уже ничего не можете сделать. Их же надо надеть заранее. А для этого надо заранее понять, что да, там будет крутой склон, да, этот крутой склон будет жесткий, и еще на подходе, на пологом надеть эти скитурные кошки. Вот, когда я была маленькой, я думала, зачем мне скитурные кошки, тем более они такие дорогие, и достать их так сложно. Вот, я думала, что если будет жестко, я сниму лыжи, надену альпинистские кошки и пойду. Так вот, на той самой короне, которую я показывала уже в начале слайд, я попала в отличные условия, друзья мои были умные, и у них были скитурные кошки, они быстро на лыжах зашли куда хотели. А я была неумная, кошек у меня не было, а там был наст. Наст такой, что лыжи держат, а ботинки не держат. И под ним полметра мягкого. И вот я себе всю эту дорогу тропила, знаете, вот когда наст, так вот ты уступаешь, так только начинаешь переносить вес тела на ногу и так проваливаешься. И делала я это в одиночку, потому что они-то на лыжах шли, у них-то все было хорошо. Так вот, скитурные кошки вещь достаточно важная. Если особенно вы планируете ходить по верхам каким-то выдутым ребрам, ну вот у вас на мамайе каждый раз, когда вы ходите, попадаете там на верхней части, зачастую что-то там достаточно жесткое и неприятное. Также это необходимо, если вы собираетесь заниматься весенним скитуром, потому что весной очень часто возникает вот эта самая корка. Снег подтопило днем, ночью он замерз, вы выходите в ранний скитур, и у вас там достаточно жесткая корка. Поэтому рекомендую этим вопросом озадачиться. Переходим к следующему моменту, важному, такому, как человеческий фактор. Особенно важно, мне кажется, это вот для нашей аудитории, потому что здесь, я насколько понимаю, все катаются своей компанией, ну, с друзьями разной степени близости и знакомости. То есть, когда у нас идет коммерческий фрирайд, там зачастую все определено. Есть гид или инструктор, ну, в общем, тот самый, которому заплатили за то, чтобы он за всех был. А когда катаемся с группой друзей, возникает куча вопросов, которые лучше, на мой взгляд, проговорить заранее на берегу. Буквально несколькими короткими фразами обменяться, чтобы понимать, что будет если. Ну, понятно, что мы не катаемся в нет раз одни. Это очевидный момент. Понятно, что если у вас некоторая группа, то маршрут выбирать для группы, надо по наименее подготовленному, по самому слабому участнику. Если есть варианты нескольких спусков, ну, допустим, у вас какая-то стенка, какой-то фейс, и есть простой проезд, и есть более сложный, то вы можете выбрать и более сложный, только убедитесь, что ваш тот самый менее подготовленный представляет, куда именно ему ему лично ехать, потому что зачастую человек просто поедет по вашим следам, и вы его выведите на какой-то дробь, который ему не подсилит. Надо обязательно учитывать умение ехать в разных снежных условиях. Многие из нас хорошо едут по хорошим условиям, и, к сожалению, не так много умеют хорошо ехать по плохим условиям. То есть, если вы с приятелем катались по идеальному паудеру, и он прям жог-жог-жог, то это не значит, что он будет так же жечь, если у вас будет корка. Надо учитывать обязательно снаряжение, которое имеется у ваших товарищей, прежде чем что-то предпринять. Вот, то есть, важно, чтобы у них был, во-первых, необходимый минимум, а во-вторых, если вы собираетесь сделать что-то особенное, то удостоверитесь в том, что их снаряжение позволяет это сделать. Вот этот вот важный такой момент, индивидуальный уровень принятия риска. Это то, насколько мы в душе готовы рисковать. Это не соответствует, не совпадает с нашим умением кататься и с нашим мастерством. Это просто некоторое внутреннее самоощущение то, насколько вы готовы рискнуть в своей жизни. То есть, ну, тут можно придумать явные примеры. Если это там 17-летний парень, у которого вот-вот-вот-вот-вот, он, как правило, готов сильно рисковать. А если это там, ну, какой-то уже взрослый человек, у которого трое по лавкам кормить семью надо, ну, наверное, он будет готов рисковать меньше. То есть, это то, насколько человек готов чуть-чуть переступить выше своей головы. и вот этот уровень для всех абсолютно разный. То есть, допустим, человек может очень хорошо технично ехать, то есть, он может преодолеть сложные условия, но он не хочет рисковать. Ему это будет не в кайф. Если ему это не в кайф, не надо его заставлять. То есть, это как бы момент, который для всех разный. И старайтесь это учитывать. То есть, надо учитывать уровень катания плюс то, насколько человек готов чуть-чуть выше своего уровня катания. Вопрос? Как же тогда расти? Тут человек должен прийти к этому сам. Хочет ли он расти? Не надо его толкать расти, ты себя толкай. Сейчас мы говорим про отознанные ритмы, о людях, которые мало-мало представляют и очень сильно хорошо представляют себе что-то. То есть, что последует за тем, что они делают и если что-то пойдет не так. И тогда человек понимает цель неизбаватель или нет. Как быть людьми, которые настолько неопытные, что они даже просто шарашат вниз и все, и они даже не представляют что может произойти на самом деле. И если бы они знали о том, что может произойти, они бы такого никогда не делали. В чем вопрос? Если они бездумно шарашат вниз, просто не представляя, приходи, приводи их на следующую лекцию. Я их попугаю. Если они шарашат вниз, примерно представляю, что может быть, но просто они хотят шарашить, у них кровь играет, и они хотят действительно оторваться, нас, то это их личное дело. То есть безусловно открыть глаза и сказать чувак, ты можешь убиться, потому что, потому что, и потому что, да, ты можешь это сделать, но у нас есть следующий пункт, степень личной ответственности за других, ой, простите, у меня тут не видно, степень личной ответственности с других, насколько тебе это надо, вот вы собрались, вы там, ну, случайно собрались, ну, вот так вас свела судьба, что вот вы втроем наверху горы, ты за него ответственен, это вопрос, понимаешь, то есть, может быть так, что ты за него действительно ответственен, потому что он не опытен, ты его сюда позвал, это твой хороший приятель, да, тогда ты должен ему все объяснить, и попытаться его удержать от каких-то чрезмерно рискованных шагов, а если, ну, вы друг с другом не знакомы, вы абсолютно на равных началах попали вот на начало этого склона, как бы, чего тебе его лечить, то есть, это те вопросы, которые надо проговорить заранее, еще там, собираясь в какую-то поездку или встречаясь в какой-то группе, вы просто скажите, ребята, ну, мы же здесь никому ничего не должны, если у вас действительно, ну, просто бы собрались друзьями, да, это один подход, а если ты видишь в глазах человека, как это не должны, ну, подожди, ну, если же сойдет лавину, ты будешь мне откапывать, ну, да, конечно, буду, потому что это минимальное действие, но лечить я тебя не буду, и учить жизнь я тебя не буду, потому что, ну, например, или наоборот, я готов дать тебя, взять свои ученики, но я при этом буду вот полностью ощущать за тебя ответственность, то есть, степень того, насколько ты ответственен за других участников катания, это то, что ты, над чем ты должен подумать, прежде чем ехать, то есть, тут нет правильного и неправильного решения, да, это ты просто должен для себя проговорить и для других проговорить, потому что самое плохое, что бывает, зачастую это бывает с нашими половинками, да, то есть, парень там давно ездил, катался, все, там, девушку взял, вывел на склон и говорил, давай, мочи, вот, она говорит, а я не хочу мочить, да нет, давай же, ну, ты же меня сюда привел, давайте перевозись со мной, а ему не хочется возиться, он уезжает в сторону и катается сам, а она считает, ах, ты подлец, но ты же меня сюда привел, ты за меня ответственный, он такой, да я же сам хочу покататься, то есть, это те вещи, которые надо заранее проговорить, чтобы не возникало конфликтов, ну, я же вроде понятна говорю, то есть, учитывайте обязательно то, насколько готовы ваши компаньоны рисковать, то есть, это, то есть, есть какой-то, есть то, что они могут себе позволить, да, в соответствии с их уровнем катания, есть то, насколько они готовы, чуть-чуть выше, да, то есть, если их уровень катания может быть вот такой, но они готовы вот настолько рисковать, значит, по сути, вы можете выйти на один и тот же уровень, да, по степени сложности проеду, и обязательно учитывайте то, насколько вы ответственны за тех, кого вы приручили, вот, и это... Я совсем согласна с тем, что человек, вот, хочешь ты бездумно кататься, катайся, извините, вы вышли группой, он убился, вы, значит, его должны все равно вытаскивать, да, день свой терять, там, и все остальное. Нет, смотри, вот это то, что вы должны заранее, вот, вы выходите вместе или вы выходите не вместе? То есть, допустим, вот, пример, я взяла, приехала в зиму, вот, мы приехали, там, втроем, ну, не важно, не суть, нас приехало, там, вдвоем мы приехали в зиму, а в зиму уже живет пять человек. Ну, я их не знать не знаю, вот, мы просто встретились, ну, как бы, вот, провели ночь в одной зимухе, и что, я обязана с ними идти весь следующий день, всю следующую жизнь? Да нет, но я единственная, я прямо еще на моменте выхода подожду, когда они уйдут, или прямо на моменте выхода я сама со своим приятелем выйду и пойду сама куда-то отдельно, а если они пойдут за мной, я скажу, ребята, вы уверены, что вы хотите идти за мной? Эта ситуация, на самом деле, очень сложная, особенно при катании, допустим, в той же поляне с подъемником, то есть, ты выходишь, ты знаешь прекрасно, что твой приятель, он, 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 и вы начинаете сворачивать куда-то вне трассе, а за тобой хвостом начинают присоединяться люди, вот, и ты им пытаешься объяснить, люди, вы уверены, что вы хотите туда ехать? То есть, я не могу сказать, что то, что они поехали за мной, вне моего на то согласия, что я должна за них отвечать, естественно, если что-то произойдет, я сделаю все, чтобы спасти их, спасти их, да, но, я, грубо говоря, не должна их поджидать на ходу, да, я не должна за ними следить, я не должна их учить жизни, я не должна проверять, работают ли у них датчики, потому что они просто поехали за мной хвостом, не спросив моего на то разрешения, понимаешь? Не, ну, они изначально не с тобой катаются, правильно? Ну, а вот какая разница, вот точно так же мы из зимухи выходим, нет, если вы одна компания, вот я еще говорю, это вещи, которые вам надо заранее просто проговорить, зачастую это проговаривается какими-то элементарными жестами, то есть, вы там встали утром, и ты можешь произнести, ну, ребята, куда мы идем сегодня, это означает, что вы идете вместе, единой группой, или ты можешь встать и сказать, ой, ну, ребят, ну, я сегодня хочу вот одна, вот в тот вот, вот туда давно мечтала, вот только не ходите за мной, я хочу одна, другой подход, то есть, это зачастую не обязательно прям встать, и, ребята, давайте подпишем, как это, подписку, а не выезде там, расписку о том, что я не ответственна за ваши действия, нет, это не обязательно так, но в какой-то форме это должно быть между вами обсуждено, это, наверное, должно быть, если группа куда-то собралась, чтобы не курить примерно одинаковую, но это не обязательно, просто те, кто катается сильнее, должны быть готовы поджидать и помогать тем, кто катается слабее. Нет, ты должен тебя предупредить, либо я готов его поджидать, либо изначально этого чувака не бери с собой. Нет, ребята, просто возьмите нас и сразу, мы ждать не будем, потому что вы или разные, вы катаете чем-то, но здесь. Ну, на курортах это решается просто, то есть, ты можешь сказать своему приятелю, извини, я не хочу с тобой кататься, это медленно для меня, вот тебе телефон гида, пожалуйста, вот рекомендую. Но на самом деле, это действительно зачастую проблема, потому что люди, допустим, они коллектив на работе, они приехали, там, пять человек, они хотят кататься вместе, потому что они друзья. Вот я с этим очень часто сталкиваюсь, когда приходит такая сложенный коллектив, слаженный коллектив, вот пять человек, вот, но из них один начинающий бордер и один продвинутый лыжник, и потом весь день этот продвинутый лыжник зудит, ну что же, мы его быт-то ездим, а на что ты шел, ты же знал, что ты его берешь и что он плохо катается, то есть, либо ты это принимаешь изначально и опять же проговариваешь это, в каком-то виде, либо потом уже не жужжишь и ждешь, ну, потому что тоже так, выйти, довести человека до верху горы и потом сказать чао, бомбина, я не хочу тебя ждать, ты слишком медленный, но это тоже неаккуратно, вот, то есть, это те моменты, которые надо решить еще внизу, да, ну, да, то есть, опять же, ну, никто же не говорит, что вам всегда надо действовать по одной схеме, но, допустим, решили вы, что хорошо, вот эти выходные я посвящаю тому, что там, приобщаю к фрирайду своих младших собратьев, да, и собрал их там, несколько, чтобы все было веселее, и, значит, такое с чувством, приятным чувством учительства ведешь их верной дорогой, а в другие выходные ты решил, да нет, сегодня, типа, это не мое, сегодня я хочу сам мочить, значит, попытался присоединиться, хорошо, когда есть выбирать, ну, есть возможность выбирать, с кем кататься, вот, тут просто я говорю, что надо изначально понимать, какие у вас взаимоотношения друг с другом, то есть, то, насколько вы ответственны за людей вокруг вас, понятное дело, что в экстренной ситуации мы, естественно, все стараемся действовать на помощь, это все. Обязательно, пожалуйста, учитывайте усталость, причем усталость не только там в течение дня, а какую-то такую, более глобальную усталость, то есть, вы планируете поездку там на 10 дней, то явно совершенно будут два провала в вашей активности, первый провал, это где-то день на третий, когда усталость первого дня, накладываться на усталость второго, и вот к третьему дню это все приводит к тому, что вы не в лучшей форме, ну, и где-то к концу поездки, как правило, уже тоже у нас все идет на спад, большинство несчастных случаев, к сожалению, происходит в крайний день, и это статистика, печальная статистика, у которой несколько причин, но все они такие, вот из разряда человеческого фактора, вот поэтому старайтесь более что-то активное, агрессивное, интересное планировать на середину поездки, когда вы уже размялись, но при этом еще не устали, и точно так же в более мелком масштабе, в масштабе одного дня, не стоит планировать очень сложный проезд первым проездом, лучше размяться, и потом что-то сделать уже крутое, и в этом плане, конечно, соревновательный флирайд сложен, потому что зачастую у тебя нет возможности размяться, ты там с утра уже идешь, особенно если у тебя какие-то первые номера, ты с утра идешь, и тебе надо сразу мочить, это сложно, ну, вот, и еще такой есть момент, как общее настроение дня, и это нельзя сбрасывать со счетов, потому что, ну, если у вас хороший настрой, если все идет, вот, если у вас прям, вы чувствуете подъем, вот на этом подъеме можно как раз и повышать свой уровень, вот, кто-то там задал вопрос, а когда же, собственно, вот, если вы чувствуете, что все здорово, если у вас внутри все вот, вот прям, хорошо идет, то как раз можно в этот момент разрешить себе чуть-чуть более агрессивную, интересную, мощную линию, а если вы чувствуете, что настроение, что-то, ну, с утра не ладится, да, кровь и пролился, и там камус не приклеился, вот, то может быть лучше запланировать что-то более спокойное, то есть, общее настроение дня, это важный фактор, который тоже надо учитывать перед тем, как выбрать свою линию проезда, но хочу вас предостеречь от того, что временами, если у нас долгий период плохой погоды, и тут выглянуло солнце, то есть, вот снегопад, снегопад, день, два, три, резко выглянуло солнце, вот тут у нас временами бывает перенастрой, то есть, мы начинаем чрезмерно лихачить, поддавшись какой-то вот такой вот лихорадочный, вау, 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 пойдем взрывать пауду, будьте внимательны. Так, микрорельеф, это шерегеш, кстати, не мамой. Это имеется в виду некоторые мелкие объекты, то есть, там дропы какие-то, скальные участки, подушки, отдельные деревья, которые мы можем использовать для увеличения зрелищности нашего проезда, да, то есть, прыжки это все-таки важная составляющая нашей линии, и которая существенно увеличивает красоту проезда, вот, но также эти объекты мы используем для того, чтобы ориентироваться на местности. При подъеме на скитуре мы должны тоже принимать во внимание микрорельеф, как возможные места для разворотов или остановок. то есть, идем мы по какому-то крутому склону вверх, и тут нам надо сделать то самое, что называется страшным словом, кептер. Лучше для этого выбирать локальное выполаживание склона, или, допустим, хотя бы зону перед деревом, что в случае соскальзывания, если у вас что-то не удалось с этим самым кептерным, вы бы не летели до низу, а уперлись бы в это дерево. Итак, я перечислила пять факторов, макрорельеф, погодное условие, состояние снега, человеческий фактор, микрорельеф. И там куча каких-то отдельных подфакторов. Вот это все, это на самом деле составные элементы большого пазла вашей картинки, то есть какого-то такого общей картины того, что перед вами сегодня, вот в данный момент здесь и сейчас. И как обычно, то есть гештальт это когда сумма частей, а за ним стоит одно большое целое. То есть чем больше вы вот этих элементиков отследите, сложите себе в эту картинку, тем более полное видение у вас будет. То есть вы можете не учесть этот фактор или этот фактор, но постарайтесь всего собрать по максимуму. И тут возможно самое различное сочетание условий, в зависимости от которых, вот от этих сочетаний, от этого сочетания, вы можете выбрать, ну то есть у нас как бы, об этом правда будет следующий кадр, у нас вот есть такая одна большая шкала, очень безопасный проезд и очень интересный, но при этом опасный проезд. И вот эта вот шкала, по ней можно такой бегунок, вот как мы в любой компьютерной программе передвигаем, так и вы можете передвигать этот бегунок. В зависимости от вот той целостности, про которую я говорю. Ну если на примерах можно сказать, плохая погода, но у вас команда ураган, при этом снег хороший, и вы чувствуете себя, человеческий фактор тоже в плюсе. Ну значит бегунок можно в одном месте. Следующий, у вас вообще по всем статьям все идеально, снег идеальный, видимость в 100 на миллион, и себя вы чувствуете великолепно, значит хорошо, вы бегунок смещаете в сторону более агрессивного проезда. А там допустим, все наоборот плохо, значит вы смещаете в другую. И вот это вот как бы невозможно предсказать каждое конкретное сочетание. Понятная идея? Отлично. Тогда не буду больше говорить. Собственно, теперь мы уже переходим плавно к моменту, как мы анализируем иглу туиксу на заднем плане. Вот эти все факторы, про которые я говорила, которые складываются в общую картину, их в первую очередь необходимо определить с точки зрения безопасности. Причем в данном случае, я имею в виду не только ларинную опасность, про которую уже много говорили, и Алекс, и даже я на этой лекции. Но обязательно учитывайте ледниковые трещины, ну или другие какие-то возможности, возможные проблемы ледника, если это вы катаетесь в ледниковой зоне. Если говорить про ваши условия ближайшие, то это, конечно же, какие-то ручьи, которые могут быть не до конца засыпаны. Это, конечно же, курума, которые особенно рано в сезоне представляют большую опасность за счет возможных провалов. Это какие-то завалы лесные, которые тоже могут нам служить большой проблемой. Ну и не забываем про то, что, возможно, у нас камни умеют падать. Для нас это чуть-чуть менее актуально, чем для лета, когда у альпинистов действительно это большая проблема. Но, тем не менее, если мы говорим про весенние скитуры или весеннее катание, то камнепады уже надо учитывать. И их легко учесть, просто потому, что вы будете видеть какие-то уже имеющиеся объекты на склоне под стеной. И ледопады. Ну и вот, собственно, про что я уже начала говорить. Тот самый кукулары и глтуексу. То есть у нас, с одной стороны, есть очень безопасный, но скучный проезд. Да? И есть очень интересный, агрессивный, мощный, но зачастую достаточно опасный проезд. И где, какова ваша линия будет, где вот на этой шкале, это решать вам на основании предварительного анализа факторов. Так. Ну, теперь мы переходим к тому, когда мы анализируем. Все я говорила про то, что мы начинаем анализировать заранее. Это вот к вопросу о том, что если мы вышли на обратку, и... У нас есть карты для того, чтобы по крайней мере понять экспозицию, общий уклон, склоны и вот те самые макро-рельефные вещи. У нас есть такая замечательная вещь, как Google Earth. К сожалению, я пока не знаю, точнее, я знаю, как его поставить на телефон, но для этого нужно иметь американский ID. То есть это как-то... Я еще сама себе не поставила. Вот у американцев можно поставить себе Google Earth на телефон, и это, конечно, очень удобно. Как только я это сделаю, обязуюсь вам рассказать. Вот. Вот их надо завести американский этот ID, и тогда он встанет. Не знаю, почему, но вот у нас тут не хочется. Но пока... Что? В принципе, закрыт в России. Нет, ну на компьютере что-то спокойно? Выходишь? А, ну, прекрасно. Вот у меня что-то не хочет. Ну, по крайней мере, в любом случае, посмотреть картинку, ну, то есть посмотреть картинку такого макро-рельефа на компьютере тоже очень полезно. Вот. Для ориентирования существует, опять же, я не анализировала все, их существует, я уверена, дофига приложений. У меня он самой стоит вью-ренджер. Мне нравится то, что он в офлайн загружает карты выбранные, которые тебе нужны. И, в принципе, достаточно детальная, красивая картинка. Ну, и так же пишет треки, все в нем неплохо. В нем плохо только одно, что он не показывает границы ледников. То есть, если вы собираетесь поехать куда-то и хотите представлять под вами там ледник или все-таки земная твердь, то вот в этом вью-ренджер вам не поможет. Для этого у меня стоит мэкстер. Но, опять же, я не могу гарантировать, что это прям самое лучшее. Просто рассказываю, что у меня. Какое бы приложение не было, ну, важно, чтобы оно вам показывало достаточно хорошо информацию, чтобы вы этой информацией могли пользоваться оффлайн, поскольку, ну, на Мамайе связи не всегда хорошие. Не надо забывать про такой замечательный ресурс, как у описания. Если мы говорим про Россию, у нас пока немного описаний, но тем не менее. Всегда можно посмотреть, попытаться найти отчеты еще тех самых старых времен. Допустим, есть всякие библиотека турклуба. У нас она есть в Москве хорошая, где можно найти фотографии с каких-то лыжных походов, если вы собираетесь в какую-то дичь совсем. Если мы говорим про Европу, например, о катании в Альпах, то там этих описаний вообще пруги, там все хорошо, с информацией там все хорошо. Если есть люди, знакомые, которые побывали там, тоже прямой способ добиться нужной вам информации. Ну и не лишнее посмотреть на фотографии летнего состояния ледника, если вы собираетесь по нему кататься зимой. Это мы говорили заранее, совсем заранее, еще когда вы сидите дома и мечтаете о вашем будущем путешествии, которое может быть через полгода, но тем не менее вы его судорожно ждете. А издалека это то, что вы видите еще на подъезде зачастую. Я помню, что когда мы участвовали в соревнованиях, я вот этот склон соревновательный начинала смотреть чуть ли не с дороги. Ну, просто потому что макрорельеф, экспозицию, вот тот самый первый пункт, мы можем определить сильно заранее. Но также сюда входит и анализ то, что мы видим в подъемниках, то, что мы видим издалека, допустим, только заходя в цирк. И в этом смысле очень хочется сказать про разницу в катании в подъемниках при скетуре и хелески. То есть, если вы идете скетуром, то, как правило, вы склон видите долго, у вас есть время все рассчитать, все продумать, подумать, где, чего, как, запомнить, проверить, перепроверить. А если вы летите к нему, к склону на вертолетике, то зачастую через трясущийся иллюминатор вы там хорошо, если минуту его увидите, это уже очень долго. Это просто к вопросу о скоростях анализа. Конечно, когда вы идете скетуром, вы все можете долгое время анализировать, а если вы летите, то у вас таких возможностей гораздо меньше. Ну и подъемник – это некоторая промежуточная стадия, когда вы можете увидеть среднее количество времени. Так, это тоже картинка у нас вертолётика. И, наконец, оценка сблизи. Надо не забывать, что объекты существенно меняют свои пропорции, когда вы подходите. То есть вы смотрели там, допустим, заходите в какую-то большую чашу, да, цирк, и видели, что у вас есть три ступеньки подъема на перевал. Да, и они три примерно одинаковые. Это если вы ещё на подходе, ещё издалека, за километр, там, мы вспомнили, что вам надо посмотреть и оценить. Если же вы спокойненько, значит, бездумно подошли под первую ступеньку, как правило, первая ступенька у вас смотрится огромный, вторая и третья, либо их не видно вообще, либо они кажутся существенно меньше. Что нарушает вашу оценку, правильную оценку ситуации? Это вот зачастую такое есть, вот вам кажется, вершина уже там, вы влезли на один, тупый, а там за ним ещё один, вы думаете, она там, а там ещё, ещё, ещё. То есть типичная ситуация, если вы заранее не просмотрели линию, не подумали про это, то, когда вы подошли уже непосредственно под, то объекты существенно меняют свои пропорции. Ну и также тоже там происходят такие вещи, допустим, с уклоном. Если вы смотрите сильно издалека, то, как правило, уклон кажется немножечко выше, больше. Когда вы подходите, как бы склон немножко ложится. Ну, за счёт тренировки вы научитесь и это правильно оценивать, но кадр показывает в основном то, что вам надо не забыть сначала оценить издалека, а когда вы уже подойдёте, помните про то, что будут некоторые нарушения в картинке. Хотя вы можете за счёт просто более детального, лучшей видимости оценить и снег, и размеры объектов. Так. Перед стартом, когда мы уже наверху, уже готовимся, видно совсем немногое. В качестве иллюстрации склон, фотография с посоревновательным склоном не гадено. Такие хорошие соревнования. Ну, тут, кажется, всё просто. Вот зона старта, там зона финиша. Видно, что есть очевидный такой самый лёгкий проезд, глобальная зона, в которую можно попасть более сложные, именно отсюда. Ну и вот единственное, совсем открыли. Кажется, всё очевидно, всё так здорово. Да я тут вообще легко. Вот, следующую фотографию, что вы видите со старта. Ну-ну. Ну-ну. И куда мне здесь ехать? И что мне здесь делать? Вот это действительно то, что вы видите со старта, не больше. Ну и вот это вот тоже замечательная фотография из Исландии. Единственное место, где я знаю, что есть не Хелиски, а самолётовки. Я не знаю термина, но вот видите, там внизу взлётно-поскоп, садочная полоса, и мне местные ребята рассказывали, что они на маленьком вертолёте взлетали, садились на вот это огромное поле, которое расположено сверху, катали адский кулак, и ещё раз, и так типа шейд раздали. Так вот, это я всё не к тому, а к тому, что вы представляете, какая картинка, когда вы находитесь вот там вот сверху на поле. А хотите вы, допустим, вот именно вот в этом кулаке? Как вы понять, где он там? Чего? В этом уклаке. Ну, они действительно очень сильно крутые сверху, да, 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 они такие, они ещё при этом, ну, обычно, знаешь, вот в таких условиях влажный воздух, ну, делается такое достаточно, вот эти с наледями, с такими, достаточно жутко, вот. Ну, это вот я всё к тому, что находясь сверху вон там, вы вообще ничего не будете понимать, поэтому самое важное, что стоит посоветовать вам, это иметь картинку склона на фотоаппарате, на телефоне, то есть когда вы ещё видите всё сбоку, самое простое. Вот здесь у меня картинка склона. по крайней мере, когда ещё стоял снизу, тебе надо было понять ориентацию вот этого самого центрального фуара, то есть вот опору ты видишь всё, то есть сколько тебе надо, там, 50 метров, ну, там, две больших опоры тебе надо отъехать в сторону и потом парить вниз по направлению, ну, а там, как мы помнишь, говорили, более дальние объекты, то есть туда вдаль ты видишь, вот. Вот так вот. Ты ещё знаешь, есть и временами такая проблема, она вот в ясно, у меня, к сожалению, нет с собой кадров, я, наверное, найду к следующему коду, в ясно, ты смотришь на склон сбоку, вот отсюда сбоку, вот тут начинается стенка, и когда ты смотришь отсюда сбоку, тебе кажется, что все кулуары, там, набор кулуаров, они вертикальны, а они на самом деле вот так вот диагонально ориентированы, но отсюда ты смотришь, и кажется, что они, ну, понимаешь, что они абсолютно вертикальны, они реально под 45, и когда ты смотришь на это сверху, у тебя вообще ничего не понимаешь, почему так, ну, со второго раза уже понимаешь, вот, но это все к тому, что вот эти вот все соотношения, ты сможешь уже прочитать, если у тебя есть эта фотография, правильно? Не с первого раза, никто не обещал, что с первого раза все получится, поэтому я читаю эту лекцию, что надо, надо это постоянно тренировать, а потом, что с вечера пошло, планирование линии, мы уже говорили, что линии – это ваше самовыражение, то есть то, ну, как бы вы себя через это показываете, и тут нет жестких требований, кроме того, что все-таки линия должна быть гармоничной и логичной, временами в попытке самовыразиться люди уходят в какие-то совсем дикие, адские траверсы, особенно, знаете, когда пытаются собрать побольше дропов, вот траверс до туда там прыгнет, и потом траверс снова сюда, и тут прыгнуть, еще раз траверс, и там прыгнуть, ну, такое не любят, как правило, судьи, то есть линия должна быть логичной, и на эту логичную, красивую линию, как жемчужины на ожерелье, должны быть насажены ваши прыжки, вот, а именно стремиться только к прыжкам, прыжкам, и собирать их там, вот так вот совсем нелогично, это не то, к чему мы стремимся. – Анатолий, это вопрос маленький. – Да. – Что конкретно подразвивать, под логичной кризисом? – Вот, вот, вниз едешь, там делаешь, там, правую дубу, левую дубу, правую дубу, как бы, потом уходишь, маленько в сторону, там, и опять делаешь, и еще в сторону, уходишь, там, ну, как это, вообще, вот, понятие, – Ну, смотри, не должно возникать ощущение, что ты мечешься по склону в поисках чего-либо, да, то есть должно возникать ощущение, что у тебя генерально есть какой-то глобальный коридор движения, который ты выдерживаешь, и вот в этом глобальном коридоре у тебя должны быть твои объекты, которые ты используешь для прыжков, конечно, это должен быть правый и левый, правый и левый, частота и радиус этих поворотов должны соответствовать рельефу, то есть если у тебя какой-то очень крутой рельеф, понятно, что у тебя идут более частые, более закрытые, более завершенные дуги, и логично, что когда рельеф сменяет на более открытые, пологие участки, то ты набираешь, и, соответственно, скорость, то ты набираешь хода, делая более отлогие, более плавные дуги. Если глобальный этот коридор тебя уходит куда-то немножко в сторону, без каких-то явных традиций, то это вполне смотрится логичным и интересным. Опять же, если понятно, зачем ты туда уходил в эту сторону, допустим, у тебя какая-то зона, там, ноу-фол-зон, который ты просто не можешь преодолеть, ты ее как бы уходишь от нее уходом в сторону. Это тоже логично. Вот, но, допустим, если у тебя там два отчетливых кулуара, а между ними скальное ребро адское какое-то, и ты, значит, сделал там три поворота по одному кулуару, и потом с жуткими вытормаживаниями, траверсами, там, и зубовным скрежетом, через камни пересекаешь этот кулуар, в следующий кулар, это вроде бы нелогично, а зачем? Ну, ты выбрала один. Я выбрала один. Я выбрала один. Я выбрала один. Вот в том-то и дело, что при этом далеко не все понимают каких-нибудь сюрреалистов или кубистов. Вроде бы, я так вижу, но при этом где в этом красота? То есть есть некоторая, но вот эта вот логичность, она, в общем-то, понятна, что, как бы, когда ты выбираешь проезд, старайся не метаться от одной формы рельефа к другой, от одного кулуара, сильно к следующему. Вот. Гармоничность – это то, насколько твой ритм, стиль, темп, движение соответствуют рельефу. Я так это вижу. Но в пользу вот той самой, того самого самовыражения. Ты можешь самовыражаться в разном стиле. И современный соревновательный фрирайд, он одинаково приемлет, как стиль такой, знаете, агрессивно-быстрый, очень на больших ходах, спрямленные в траектории, с огромными прямыми крышками. Но точно так же в призовых местах всегда есть кто-нибудь, кто на меньших ходах начинает как-то трюковать, то, что называется playful фрирайд, да, то есть там с трюками, с вращениями, там еще с чем-то. Играет с рельефом. Такой более, не столько агрессивный, сколько именно игривый проезд. И тот, и другой стиль имеет свое право на существование, и тот, и другой одинаково приемлем соревновательном фрирайде. То есть тут действительно у тебя есть достаточно большая возможность для самовыражения. Но это должен быть в первую очередь должна быть какой-то рифм, должна чувствоваться энергии в твоем движении, а не то, что ты как бы... То есть за твоей линии должна видеться вот та самая логика проезда. Почему ты поехала минут туда, а не туда? То есть это должно быть понятно людям, почему ты поехал сюда. Потому что да, ты хотел себя показать по всей своей трассе, но очень важно показывать себя, трезво оценивая, что ты можешь делать. Вот почему так важно проезды делать без падений. Потому что если ты начинаешь падать, это означает, что ты неправильно оценил свои возможности и выбрал неадекватную для себя линию. Ну, мы можем говорить о том, что логика проезда будет являться выражение собственного стиля, навыка катания. Да. То есть через твою линию ты показываешь свое мастерство именно в данный конкретный момент времени. Ну, да, безусловно. То есть твоя линия, она должна соответствовать твоему навыку, твоему уровню катания и, ну, как бы, твоему настроению. Поэтому есть то, что, собственно, ну, сейчас же в целом говорят о том, что в качестве критерий используют то самое как-то общее впечатление. Это то, насколько, ну, судью зажигает проезд человека. И как раз это вот и есть вот то самое, насколько тебя прет то, ну, собственно, то, почему ты едешь, то, что ты, та линия, которую ты для себя избрал. Изберешь линию слишком сложную, ты на ней будешь свестись, тормозить, как бы, притормаживать, там, останавливаться, сомневаться, падать. Это никого не впечатлит. Выбрешь линию слишком простую, но тоже сам пройдешь на прямой доске, там, на прямых лыжах и как бы сам будешь недоволен. А вот то, что ты как-то делишь и чувствуется, что ты гордишься и ты понимаешь, как прикольно ты делишь, но это то, что и впечатляет. Но мы прекрасно знаем, что соревновательный прирайд, он все как бы его, все прекрасно понимают, что это очень субъективный вид спорта и оценки, они очень субъективны. То есть тут в первую очередь, конечно, лекция не столько о соревновательном прирайде, сколько скорее об катании в таком общечеловеческом понимании. То, как получать удовольствие от того, что ты проехал, нежели чем о том, чтобы получать высокие очки и призовые места. Ну, вот это излично отменяй, не соревновательный, но если ты кайфанул, это самое главное. Самое главное это получать удовольствие. Вот это точно совершенно. Но у нас почему-то вот буквально с нашей группы, когда мы ту самую обратку ехали, вот все проехали красиво, а один как раз сделал такой адский траверс за соседним дропом в нижней части. И абсолютно все сразу сказали, Павел, ну что за отстойка. То есть, есть чувство прекрасного, прекрасной линии, оно есть во всех. И спроси ты, 20 человек, покажи им три варианта. И спроси 20 человек, и скорее всего оценки примерно совпадут. Вот именно поэтому зачастую был опыт того, что райдеры судят самих же райдеров. То есть, это потому что всем более-менее понятно. Что есть логичная линия, что есть нелогичная, красивая линия или некрасивая, это практически у всех совпадает райдеры. Так, а, ну собственно, я забыла прочитать последнюю строчку, что всегда, пожалуйста, планируйте варианты как в глобальном плане, так и в локальном. Глобальный план, это я имею в виду, что у вас в голове должен быть вариант существенно проще или существенно сложнее. Допустим, вы посмотрели, все оценили, рассчитали, вот хочу я вот так проехать. Поднялись наверх, кинули снежочек, поняли, что снег вовсе не тот пухляк, как вам хочется, а гораздо все хуже. И тогда вы перешли к плану B сильно проще, чем вы планировали. Но этот план B у вас должен быть в голове. Заранее подготовлен и разработан так же, как и разработан основной вариант. А или наоборот другая ситуация. вы думали так, наверное, вот средний уклон склона вот там, где я хотел бы, будет такой. Поднялись наверх и поняли, что да нет, на самом деле здесь полого, я могу себе позволить больше. Перешли к плану C. То есть, иметь какой-то запасной вариант всегда крайне желательно. А в локальном плане это вариант, что допустим, так, ну хорошо, я вот сейчас еду, если я вот до середины склона доеду живой в целости и сохранности, я подъеду чуть-чуть поближе, увижу приземление вот этого тропа, если все нормально, то я прыгаю вот с этого большого, а если все ненормально, то я, значит, прыгаю вот с этого маленького или тот большой, но он подиагонально наискузь. Вот это варианты в локальном плане. То есть, что-то, или там, допустим, я планирую в это сужение, но если там окажется на подъезде слишком узко, то у меня есть вариант вильнуть и вот этот коридорчик объехать слева. Так, про варианты сказала. Если вы большой какой-то проезд и вы катаетесь группой, то заранее надо предусмотреть места, где вы можете безопасно все остановиться, собраться и продолжить движение. Так, ну, этот слайд про то, что внимания не стоит кататься по чужим следам. Ну, во-первых, явный такой пример это Ля Граф, где половина всех внетрассовых маршрутов, ну, я не знаю, половины, ну, короче, очень много, большая, значительная часть внетрассового катания предполагает использование низкого снаряжения. То есть, вы сначала по такому замечательному полю едете, едете, потом это все уходит в какие-то кулуары и в каком-то момент в кулуаре ступенька скальная, там метров 30, вот, да, там веревка даже может быть стационарная, зафиксированная, но у вас должна быть система, у вас должно быть снаряжение для спуска по веревке, и вы должны уметь это делать. Вот, предыдущий вы увидели, ой, какой хороший след ведет по такому замечательному полдерному полю и поехали по нему, и приехали в этот кулуар. Вас оттуда даже вертолет заберет, и даже бесплатно, но только ваши лыжи не заберет, вот у них какая хитрость, они ваши лыжи оставят там, умирать вас не оставят, но без лыжи. Почему? А чтобы все так не ездили, чтобы понимали до следующего? А кто-то может заходить на веревочке, на тот не проверяйте. Нет, там оттуда некоторые выходят пешком, если очень хочешь, просто долго. Ну, или самый другой, другой типичный вариант, вы вальнули на обратку, думая, что там есть какой-то выезд вокруг, а там нет выезда, предполагается, что на скитуре оттуда выходит, а у вас с собой кулакоси. Ну, тоже такое очевидное. Ну, и второй хороший пункт про спидфлайеров. Есть некоторые курорты, которые прям заточены под них, то есть там какие-то большие ступеньки, скальные поляса, которые спидфлайеры просто перелетают. Им все равно, это вообще порт будущего, вот у них нет никаких границ, на мой взгляд, но у вас-то нету крыла, поэтому что же вам делать, если вы там окажетесь? Ну, да, и учиться. Так, про исполнение той самой линии, которую вы задумали. Как я уже говорила в начале, у вас львиная доля времени уходит на то, что вы эту линию планируете, если вы ее хорошо спланировали, у вас в голове практически уже она проехана, то есть вы ее повторяете так, здесь я смогу два поворота, а тут мне надо уже уходить, чтобы там бросить скорость перед тем прыжком, тут я приземляюсь, у меня есть время вытормозить, у вас она уже, вот эта вся картина идеального проезда, она уже есть в голове, остается ее только выполнить. Во время спуска вы стараетесь постоянно контролировать, все ли идет так, как вы планировали, и в случае необходимости корректировать, переходить к тем самым планам Б, С и так далее. Конечно, чем лучше у вас техника, тем более интересную линию вы можете себе позволить, поэтому тренируйте свою технику в первую очередь. Но очень приятно видеть людей, которые адекватно оценивают свой уровень, и даже при среднем уровне катания выбирают ту линию, которая по силам. Они стараются там замахиваться на что-то, что они могут проскрепстись только на заднем кате. Если говорить про исполнение при подъеме наверх, то полезно составлять себе временной график движения на скетуре. Это вам поможет оценивать то, насколько вы соответствуете запланированному. И в следующем лучше прогнозировать то, сколько у вас займет время, допустим, подъем на ту гору, или на ту гору, или уход в соседнюю долину. То есть вы просто будете лучше представлять свои временные рамки. Так, закрепление, соотнесение результатов того, что вы проехали, и составление каких-то выводов для себя. Это, наверное, слишком громко звучит, но это же не значит, что вы должны на тетрадочке записать. Сегодня 5 с минусом. Но это просто некоторое внутри проговаривание. Так, вот тут я все правильно сделал, все правильно рассчитал, а вот с этим я немножечко промазал. В следующий раз надо будет внимательнее с оценкой размеров дропов. Лежа в больнице на вытяжке. Итак, тренировка. Основной метод воспитания в себе разумного райдера это тренировка анализа с последующей проверкой. Тренировать нужно оцениваться все. Крутизна на конкретном участке, общее состояние снега, размер дропа, уклон, расстояние от одной безопасной точки до другой, то, насколько ваше движение вписывается в этот рельеф. Допустим, от этого дропа до этого у меня уйдет 5 поворотов. Вот эту ширину кулуара я могу проехать все еще все-таки с перекантовкой, а не просто сошкрябываясь. Ну, то есть умение вот это все еще вписать в свои возможности. И последующая коррекция с тем, что, собственно, действительно получилось. Вот. Если говорить про соревновательный фрирайт, то несложно найти фотографии склонов, посмотреть, попытаться оценить, нарисовать что-то, и потом по видео, которое тоже выложено с разных соревнований, проверить, насколько вы все правильно оценили. Вот. Ну, а если говорим про скеттури, то, конечно, надо тренировать свои навыки навигирования, чтения, как и составление маршрута скеттура. То, насколько вы понимаете, в каком клоне реально скеттурирует прямо вверх, где вам надо будет начинать идти траверсами. Вот этот поворот я смогу пройти в 3 траверса, а я пройду его в 2, ну и так далее. Это доняло. Мне кажется, я закончила. Спасибо большое. Вы кратите тюрьму. АПЛОДИСМЕНТЫ Как у нас насчет вопросов? Можно вопрос? Да. Касательно скеттура, что у нас при длительном подъеме, безостановочно, какие у тебя есть фишки, чтобы разгрузить мышцы, использовать разные группы мышц при подъеме? Хороший вопрос. Во-первых, усталость мышц, я не очень хороший физиолог, но мне так кажется, что усталость мышц зачастую возникает при недостаточном кислородном питании. То есть тебе надо стараться держать тот ритм, при котором ты хорошо дышишь. Ну, если мы говорим проскептуру в данных условиях? Можно поправлю. Возьмем группу очень высокого подготовления. Они идут в одном темпе. То есть я не могу корректировать свой темп движения. То есть я не могу пойти чуть-чуть помедленнее. Это будет несколько неизвестных по отношению с другим группой. Ну, надо конечно. Я поняла тебя. Ну, смотри, во-первых, самый первый способ переключения это переключение с нижней части на верхнюю. То есть чуть-чуть больше, ну, когда у тебя начинают пустовать именно ноги, немножечко больше работать все-таки верхним плечевым поясом. Это самое очевидное, что читается. Нет, это просто то, что ты начинаешь больше опираться на палки. То есть вот как как зовут нашего этого, вашего скайранера, который теперь стал скитурить. Ну, короче, есть у них там скайранер в Казахстане, сейчас все выигрывает. Молодой парень, даже Ушкелев что-то уже успел выиграть. Он не то чтобы очень хорошо работает с ногами, он просто очень сильно раскачал верхний плечевой пояс. И как бы именно идет на палках. Вот. Но на самом деле, когда мы делаем движение вверх, зачастую мы это делаем... Сейчас, мне нужна какая-нибудь ступенька, чтобы сделать движение вверх. Ну, давай с вами просто это. То есть зачастую мы делаем движение следующим образом, когда мы идем на скитуре. Мы сначала начинаем нырять носом вперед. Это то, что получается у нас интуитивно. И потом дальше мы начинаем выходить именно на бедре. то есть вот в этом случае у меня работает четырехглавая, которая начинает уставать. Это совершенно верно. Для того, чтобы подключить другую группу мышц в работу, а именно заднюю поверхность бедра, что мы можем сделать? Если мы с вами начнем движение выхода, просто мы не делаем такой большой шаг, но я бы тем не менее попробую. Попытайтесь, пожалуйста, начать движение с того, что вы, я извиняюсь, напрягаете булки. То есть вы не ныряете корпусом, а держа спину вы начинаете напрягать булки. В этом случае движение идет от таза вперед. И если ты попробуешь это сделать на месте, ты почувствуешь, что у тебя гораздо больше работает задняя поверхность бедра, немножко чувствуется подколенное сухожилие и те самые булки. Да? Это тоже, безусловно. Но легче всего отследить не опоры, пятка, носок, потому что это мелкие вещи, а легче всего это отследить по корпусу. Потому что в первом случае у тебя отчетливо ты смотришь себе под ноги и идет движение вот такое. В втором случае у тебя взгляд направлен сильно вверх-вперед и движение идет от таза. То есть можно сказать, что мы в подогревом на сухожилие центр массы включаем вперед-назад и в этом маяне мы можем работать, да? Да, да. Ну, короче, смотри, в данном случае ты можешь это прочувствовать, если вот стоит задача именно подтянуть себя вот сюда вот с задней поверхностью бедра. ты фактически себя как бы подтягиваешь вверх, а не выходишь на ноги, не толкаешь себя. Ну, как-то вот так вот. Понятно? вот, но вообще в целом, когда мы ходим долго, самое главное выбрать комфортный ритм для себя и пытаться удержаться на хвосте у группы зачастую не самый лучший выход, потому что эта группа, она может пробежать-пробежать, потом сесть передохнуть, ну, просто для себя, потом снова пробежать, снова сесть передохнуть, а ты за счет более плавного ритма сможешь, возможно, двигаться более безостановочно. То есть в идеале надо стараться соблюдать для себя какой-то комфортный ритм движения, в котором ты можешь двигаться действительно долго, без каких-то явных перерывов. Но вот это вот просто больше акцент на пятку, да? Взгляд направлен вверх, а не под ноги. И движение ты, когда стараешься не попу поднять наверх, а стараешься таз провести вперед. Оно задействует не только переднюю бедра, но и заднюю поверхность и тут чуть-чуть разряжает ноги. Еще вопросы? А по технике можно задать? Да, давайте попробуем. У меня отдельная лекция на это есть. Вы готовы? Ну, я вообще как-то... Багдарий! Еще по 50-й катубой. У меня основная проблема это вот на мягком стволе, да, когда вот бьешь дугу и получается... Лыжник или сноубордин? Лыжник. Ага. Да, как бы. Вот и у меня получается, что эти техники-то не пытают, и я вот в эту дугу пытаюсь отвернуться от линии репутука. То есть у меня проблема как бы нужно наоборот плечами разворачивать от линии репутука. Ну и на интюге как бы там поширевешь, посмотришь, таких ошибок много. Но как от этой решетки уйти? Ну, смотри, для того, чтобы ты перестал уходить в поворот верхней частью корпуса, ну то есть сейчас я так понимаю, что у тебя как бы сначала идет движение плеч, поворот внутрь, да, а потом за плечами разворачиваются ноги. То есть вот я начинаю, я стою, я ничего не делаю, я начинаю вести руки и вслед за руками поворачивать ноги. Ну, у меня как бы получается что-нибудь, на жестком склоне-то я все понимаю, а вот на мягком слое получается, что у меня дуга какая-то неполноценная и я уже концовку пытаюсь вот телом довести. В самой концовке? А не начинаешь? Скорее всего, ты именно с этого начинаешь поворот, потому что если ты его начал уже без влияния плеч, то продолжить его, как правило, проблем нет. Зачастую все-таки происходит как? Что мы пытаемся именно начать поворот с движением плеч и вслед за плечами начинают разворачиваться лыжи. Вот это является проблемой, проблема именно в инициации поворота, в начале поворота. Если у тебя происходит именно в самом начале, ну, если бы у тебя было видео, мы бы глянули и можно было бы точно определить. Но то, что ты говоришь, это типичная проблема, когда люди в глубоком снегу начинают как бы завязать и чувствуют, что им недостаточно обычных движений, которые они совершают на жестком склоне, чтобы увести лыжи в поворот, они начинают помогать себе гон. Во-первых, при определенных условиях может быть это не так и плохо. Например, я тебе расскажу, когда это не так плохо. И, в общем, ну, то есть не то, чтобы это прям совсем правильно, но это не является критичной ошибкой. Если у тебя огромное снежное поле, среднего уклона, никаких препятствий нет, ну и, пожалуйста, потихонечку заводи себе руку в одну, потом в другую, и все будет хорошо. Проблема возникает, если у тебя лес или узкий кулак, потому что ты, начав вести руку, руку, вот смотри, как бы, я начинаю вести руку, и это на ногу сказывается с опозданием на 2-3 секунды. То есть у тебя получается поворот сильно растянутый во время. И заканчиваешь поворот уже в перекрученном вот таком положении, из которого тебе очень сложно начать следующий поворот. Тебе надо сначала раскрутить корпус в обратную сторону и потом начать вести. И опять же, пройдет та самая задержка в 3 секунды, прежде чем лыжи начнут разворачиваться в другую сторону. Вот в сложных условиях такая техника начинает становиться проблемой. И тебе надо поработать над тем, чтобы начинать поворот не именно верхней частью корпуса, а действием нижней части корпуса. Но для этого надо научиться разгружать лыжи. То есть основная проблема в том, чтобы нам разгрузить лыжи, и уже эти разгруженные лыжи, фактически всплывшие разгруженные лыжи, мы можем спокойно провернуть движениями исключительно нижней частью корпуса. Если у тебя лыжи там потонули, вот у тебя целины вот так по колено, на небольших ходах, ты еле-еле как продираешься, и хочешь повернуть только мышцами, только проворотом лыж под собой. Не получится. Ну, потому что у нас не такие сильные мышцы. Да? Для того, чтобы это получилось, первое, что тебе надо, это, к сожалению, скорость. К сожалению, потому что ее всегда страшно набирать. Но ты тренируйся на открытом склоне, не в узком куларе, когда страшно, а на открытом склоне. Найди хороший, открытый склон, склон, с достаточным уклоном. И попытайся за счет того, что ты будешь совершать ту самую вертикальную работу ног, то есть такое небольшое движение при прыгивании, добиться того, что ты слегка всплываешь. Всплываешь ты, во-первых, за счет скорости, потому что, если ты совсем медленно едешь, то никакие вертикальные движения тебя не способны. Да? Ты начинаешь набирать скорость, ты в принципе всплываешь и уже движешься в верхней части снега пушистого. А если ты к этому добавишь еще легкую вертикальную работу, ты начинаешь вдавливать снег, он тебя начинает выплевывать. Он же действует, да? То есть ты на него давишь, он тебя в ответ выплевывает. И есть то упражнение, которое я называю дельфинчиком. К сожалению, нет видео, но за счет таких плавных покачиваний ты можешь достичь того, что ты заныриваешь и выныриваешь из склона. При этом корпус у тебя абсолютно ровный движется. То, чего мы пытаемся достичь. Как только у тебя это получилось, на доске делаем то же самое. Абсолютно аналогично. Как только у тебя это получилось, ты почувствуешь, что ты фактически, ну не то, что прям вылетаешь из снега, да? То есть лыжи, они могут быть еще все-таки прикрыты снегом, но ты чувствуешь, что ты разгружаешь. Вот в этот момент остается просто добавить легкого проворачивания в нижней части, да? То есть проворачиваться в тазобедренном суставе, в коленостопе, слегка в колене, в колене ничего не поворачивается, оно у нас не призвано туда работать, на вращении, да? Но в основном это тазобедренное суставе. Но для того, чтобы это получилось, еще раз говорю, это инициация, это вход, начало в товорот, у тебя должна быть та самая вот эта вертикальная работа, чтобы ты мог выпрыгнуть из толщи снега, слегка развернуть лыжи и уже потихоньку заныривать с измененными, с лыжами-повернутыми, и они дальше будут сами доворачиваться. Понятно объяснила? Вот, то есть средний уклон, набираешь сколько-то ходов, не так, чтобы прям страшно-страшно было, и легкие такие покачивания. Старайся держать загрузку ног одинаковым, то есть ни на одну, ни ногу, ни на другую, а на одинаково, да? Добился, у тебя и след будет такой, знаешь, слегка глубокий, потом поглубже, по ничем. И потом потихоньку подключаешь, сначала небольшой проворот, а потом ты можешь это все усиливать. Так, что ты еще хотела тебе сказать? Задняя стойка, это когда ты набираешь скорость. То есть как только ты набрал скорость, нет необходимости в задней стойке. В центральной. Это все, естественно, выполняется в центральной стойке. А, вот все, теперь еще один важный момент, раз уж мы в это углубились. Надо обязательно учитывать то, что снег на самом деле, силы природы, они нам способствуют, они хотят нам способствовать делать поворот. Если вы едете на достаточно большой скорости, представьте себе, когда вы ведете дугу, вы фактически сильно загружаете лыжи. кроме того, что вы их загружаете своим весом, еще действует та самая центробежная, которая лыжи вдавливает наружу повороты, то есть задавливает наружу повороты, продавливает снег, продавливает саму лыжу. И как только у вас поворот завершается, фактически вот этот центробежный перестает действовать. В этот момент у вас лыжи разгружаются просто потому, что перестает действовать силы. И вспомните, вы нырнули в один поворот, вот у вас как раз то, что любят фотографировать фотографы, такой шлейф снега, как только этот шлейф снега перестал, это вот тот момент, когда лыжи разгружены сами по себе, просто за счет действия сил природы. Если вы этот момент уловили и из одного поворота сразу перенырнули в следующий поворот, фактически вы делаете половину работы, остальную половину за вас делает те самые силы природы. Это такое, есть хитрое там понятие виртуального бугра, но не в этом суть. Суть в том, что по чувству, вспомните, по ощущениям, когда у вас на хорошей, на средней скорости, на достаточно хорошей скорости сделан поворот, на выходе из поворота вы фактически как бы немножечко выныриваете, вылетаете. Вот надо не терять времени даром и в этот момент хоп, переходить в следующий. А если вы совершили поворот вот тем самым корпусом, вы находитесь в перекрученном состоянии, поворот вроде бы завершен, и вы не хотите на дно в следующий, а вам надо сначала плечи развернуться, за плечами ноги, долго, вы не успеваете, вы теряете время. И вы фактически теряете то самое преимущество, которое возникает сразу на выходе из дуги. вам приходится дальше все делать самому, своими силами. Поэтому не теряйте времени даром, учитесь ловить тот самый момент разгрузки, который возникает на выходе из дуги, он возникает сам по себе. И перекладываетесь, в этот момент переходите в другой поворот. тогда вы будете меньше уставать, потому что вы будете гораздо меньше делать своими силами, а лыжи сами будут под вами. Да, все это будет. Что? Более грационные положения. Да, ну естественно, они будут более грационные. Можно, как это, наверное, что с вами все уходы сомнительной расстройки техники, для лыжного, в том числе, так и ради, инструктора рекомендуют держать технику лыжи на ширине полтора, два, один. Смотри, вопрос ширины стойки. Я всегда говорю, у меня прям отдельная лекция должна есть на эту тему, про то, что не существует неправильной техники. Существует техника, не соответствующая данным условиям. То есть в определенных условиях, это я сейчас лирическое отступление сначала, в определенных условиях, и вот то самое вращение плечами, это единственное, что вас спасет. Например, полянская мокрая цвина. Поздней весной, очень глубоко, все подкисло, это такая толща, масса снега, прям как цемент, в котором даже я, я не смогу сделать поворот, если я себе не помогу верхней частью корпуса. Тех условиях это необходимо использовать, и это будет нормально. Теперь возвращаясь к вопросу о ширине стойки. Все зависит от того, что вы собираетесь делать. Как нейтральную позицию, как такое нулевое нейтральное положение, стоит принять ту ширину стойки, которая анатомически удобна для вас. Вот когда вы висите на турнике, вы же висите не вот так, и не вот так. Вот в расслабленном состоянии вы висите на турнике. У вас ноги находятся на определенной ширине, которая определенна шириной вашего козобедренного сустава. Вот это и есть ширина удобной вам стойки. Зачем специально себя заставлять напрягать мышцы, ноги сводить или ноги разводить? Не надо заставлять лишние мышцы в нашем теле работать. Вот, то есть, как удобная позиция, это некоторая ширина, которую вы примерно соблюдаете, когда вы идете, которую вы будете соблюдать, если вас попросить просто попрыгать, которую вы будете держать, если вы будете расслабленно висеть на турнике. Вот эта ширина, такая позиция, такая стойка является для вас некоторым нейтральным положением у дома. Раньше, когда учили кататься по целине, из-за того, что лыжи были узенькие, деревья были большие, ну, в общем, лыжи были узенькие, раньше было очень важно, чтобы у вас была большая площадь опоры. Но подумайте сами, я не физик, но я могу представить, что если у меня две лыжи вот так, или две лыжи вот так, или две лыжи вот так, площадь опоры абсолютно одинаковая. Держите вы ноги вот так, или вы держите ноги так, площадь опоры одинаковая, если вы давите на ноги одинаково. Я слышу, если вы давите на ноги одинаково. Другое дело, что когда вы ножки держите так, вам легче одинаково давить на ноги, чем если вы ножки держите вот так. Чем шире вы держите ноги, тем больше вы тяготеете к тому, чтобы перегрузить одну из ног. И у вас нарушается то самое важное правило распределять нагрузку равномерно между двенами. Поэтому раньше, когда это было особенно критично, учили фрирайдить по пушистому снегу ножки близко. Но что мы при этом теряем? Понятное дело, что чем ближе у вас ножки, тем менее устойчива у вас позиция, колосс на глиняных ногах. Чем шире у вас стойка, тем более устойчива у вас позиция. Особенно для людей, которые высокие, у которых центр тяжести высоко, им важно встать чуть-чуть пошире, просто чтобы ощущать себя устойчиво. И отсюда простое правило. Есть нейтральное положение, про которое мы проговорили, анатомически удобное. Если вам нужна устойчивость, то есть вы на расколбасе, на неровном рельефе, на больших ходах, займите более широкую стойку. Еще и пошире руки поставьте, чтобы дополнительно это вам придавало устойчивость. Если вы на буграх, в каких-то условиях, где вам нужна большая маневренность, встаньте чуть-чуть поуже. Это даст вам большую маневренность на меньших ходах. Если вы во фрирайде, то будьте любезны, держите ноги как вам удобно анатомически, просто научитесь равномерно загружать лыжи. Отлично тренируются тем самым дельфинчиком, про который я говорила. Потому что там это все надо делать с равномерной, одновременной нагрузкой лыжи. Тут вопрос просто в том, чтобы научиться давить на две ноги одновременно. Хорошая аналогия про то, что это прыжки в мешках. Представляете, когда делаете дельфинчики, что вы, вот эту старую русскую забаву, прыжки в мешках. Вам не надо не так делать. Вам надо все делать, как будто вы русал. У вас две ноги, но они соединены. Еще вопросы? Я поняла. Надо на следующий раз лекцию по технике катания. Надо выкрепить уже вопрос на решение, куда уже смотреть. Если мы смотрим под ноги, то мы теряем все. Это вопрос к сноубордистам сейчас больше, да? К лыжникам. Как говорят наши канадские преподаватели, но любой вопрос. У них один ответ. И ДПС. Это зависит. Вот, положение плеч генерального в спуске зависит от того, что ты делаешь. От того рельефа, по которому ты едешь. От той линии, которую ты едешь. В качестве, опять же, нулевого и нейтрального мы принимаем то, что у нас плечи смотрят туда, куда смотрят таз. То есть у нас поворачивает таз с лыжами, поворачивают и плечи. Это как некоторое нейтральное положение. То есть у нас идет поворот, не начинается с плеч, но когда у нас поверачивает нижняя часть, за ней следует и лыжа. Это нейтральная техника, которую мы стараемся соблюдать во время спокойного обычного катания. Чем уже у нас идет траектория, чем уже кулуар, чем чаще лес, чем чаще стоят вешки по трассе, тем важнее нам сохранять стабильность верхней части корпуса. Потому что, если вы будете туда-сюда мотаться, вы просто будете не успевать. То есть у вас получается при провороте нижней части тела, при переходе с поворота в поворот, если повороты частые, у нас нижняя часть смотрит более стабильно вниз. Если мы хотим с вами вот с того дропа взять и 360, то у нас сначала идут плечи, потом за плечами идет лыжа. Если у нас тяжелая мокрая целина, опять же, нормально, допустимо, чтобы выжить, что вы плечами слегка начинаете, помогаете себе уйти в поворот. То есть, как я еще раз говорю, нет правильного и неправильного. Есть адекватные, соответствующие условиям и несоответствующие. При этом смотреть надо как можно дальше, но не на ноги. А смотришь, насколько далеко вперед ты смотришь, это, я думаю, что примерно так же действуют автомобилисты, в зависимости от скорости. То есть, у тебя есть там ближайшая зона, ближайшие 20 метров, которые ты фактически просто держишь в памяти, но при этом они у тебя где-то есть на задворках сознания, что там все происходит так, как ты хочешь. То есть, допустим, от 15 до 30 метров, это то, на чем твой фокус внимания сосредоточен, на что ты действительно смотришь. А дальше вперед это то, что тоже не в фокусе, а так просто ты примерно 10% внимания уделяешь. Но вот эти вот, вопрос 20-30 метров, чем быстрее скорость, тем дальше у тебя это все отодвигается. Если совсем на больших ходах, то ты это переносишь там на 50-100 метров вперед, чтобы ты успевал среагировать. Ну, мне кажется, я не вожу просто машину, мне кажется, должно быть примерно так при вождении автомобиля. То есть, то, на что направлено твое внимание, естественно, не на носки, это понятное дело, а оно направлено вперед, и то, насколько вперед, в зависимости от ходов. Ну, в сноуборде, мне кажется, что, как бы, ну, тоже не надо лишний раз перекручивать свой корпус, потому что это лишние движения. То есть, условно, у вас как-то под каким-то углом стоят крепления у всех парадок, а вот и так будем, а вот и направлено. Куда у вас, ну, и в соответствии с этим, у вас развернут так, куда развернут так, куда развернут корпус, как нейтральная некоторая стойка. Ну, а, соответственно, в шее вы разворачиваете, чтобы видеть вперед. Еще вопросы? Я ответила, да? Хотелось бы похоже, как бы, я тоже, как то, что, если ты в небо-монос, снизу не должны, а ты атакусь сверху. Да, сверху. Можно взять, например, в небо-монос, посмотрите. Ну, то есть, как самый-самый-самый предпочитаемый вариант, это, то есть, не забывай, что тебе надо увидеть проезд сверху, где ты стоишь в безопасной точке, до следующей безопасной точки, где ты целиковый проезд, где ты сможешь остановиться. Заезжание в сторону, как правило, подрезание склона, далеко не всегда мы себе это можем позволить, если мы этот склон не видим сбоку. И достаточно медленное движение. Поэтому все-таки предпочтительно, если ты сверху видишь какой-то целиковый проезд, то сделать этот целиковый проезд поглобально вниз, в зоне, которую ты читаешь сверху, остановиться, ну и посмотреть дальше. Если ты видишь, что вот ты стоишь наверху, а вот у тебя там сильно в стороне, там, в 30 метрах, какой-то большая там скала, явно, над которой ты на полку можешь встать и будешь в безопасном месте, и тут ничего не перейдут, и карнизов нет, ну траверсни, ну не всегда это тебе даст сильно лучшую картину. Но вообще, конечно, надо избегать той ситуации, что вы оказались сверху, и не знаете, куда ехать. Ну то есть эта ситуация, ну как бы как она может возникнуть? Нет, ты не все запомнил, ты не знаешь, хорошо, сел телефон, и ты чего, промахнулся? Да, ну купал свой проезд, куда ты хотел, оказалось бы ни в таком отнести, это не получилось. Ну вот почему ты не запомнил? То есть надо стараться запоминать, надо стараться следовать, помнишь, мы говорили, всегда корректировать свою линию движения. Если ты чувствуешь, что что-то не то, старайся сразу отвернуть и вернуться на нужную линию. Нет, ну в этом случае уже просто выживать, ну там, да, стараться какими-то маленькими, короткими перебежками передвигаться от одной безопасной точки до другой, оглядываться в следующую безопасную точку. Ты никогда не научишься ехать уверенно по склону, который ты не видел со стороны, вот поверь. Ну то есть если ты склон не видел, а он слепой, то есть ты не видишь сверху, куда ехать, то ты так и будешь, неважно какой опыт, ты все равно будешь ехать, и там до следующей безопасной точки снова может у тебя чуть-чуть больше откроется видимость. То есть если нет прямой видимости, то это очень важно. Что ты? Если нет прямой видимости, то это очень важно. Если нет прямой видимости, и ты не было прямой видимости до этого, ну единственное, что могу тебе это советовать, что в принципе в горных системах есть некоторая повторяемость рельефа. Вот у нас, допустим, самый прямой пример, это получается наш бурятский и северный, ну или там пенсионерский и северный. Что примерно похоже, что происходит, где более, где у нас там, вот тут кулуар, там, я не знаю, как он называется, тут у нас, соответственно, он называется проходимый, тут вакулар и тут вакулар. Тут верхняя часть такая с перегибом достаточно открытая, и тут она достаточно большая, перевал-перевал. Но это как бы, знаешь, это так очень, очень все призрачно. Если ты это не видел, если ты это не видел по фотографиям хотя бы в интернете, там, или там не спросил людей, то ну как ты вот стоишь вот как на той фотографии с Нгадина. ты стоишь и ничего не видишь. Этому не научишься, тут нет никакой магии и нет дара провидения. Добавление от твоих доносец, колонн, в том числе, скормит, и снег переходит. Я почему-то не сказала про освещенность, про внести в лекцию, что в зависимости от освещенности конечно качество снега может измениться, это надо учитывать, а кроме того еще проблема в том, что всегда надо учитывать то, что твое зрение ему нужно время адаптироваться. Зачастую это даже переход наоборот, из освещенного в тень, то есть ты ехал по какой-то части освещенной, раз назнул тень, а тени, как правило, рельеф хуже читается. Поэтому надо это тоже смотреть, я правильно сказала. Вот что когда вы ныряете в какой-то теневом участке, какое-то время уйдет, потому что взгляд просто адаптируется в теневом уходе. А если у вас еще маска, которая меняет ноницаемости, типа зебры, там чего-то такого, хамелеона, то и ей нужно время, чтобы отработать 3-5 секунд. Да, ну качество снега, естественно, можно. А вопрос? Это тоже вопрос. То есть, предопадочная сторона, а унижение скорости? По смене устройки? Ну, снижение скорости, да, снижение скорости и готовность к тому, что там может начать залипать, если солнце уже... Так, ну я же должна пока еще не в сердце открыть. Не, кстати, чуть-чуть. Я же обещала. За, 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 за... Нет! За, за, за... За собой непонятно. За послушивание самого ответа за технику. Вот. Давайте не разводимся, сделаем лучше в квадратной. А, давай. Еще раз спасибо вам за внимание. Спасибо. Аплодисменты. В камни всех! В Ки-Ни. В Ки-Ни. Это как-то недавно. Субтитры подогнал «Симон»